Если бы кумир моего детства Вилли Токарев оказался не в Нью-Йорке, а в Осаке, то пел бы он эстакады, эстакады, а я маленький такой. Да, друзья, всем привет из Японии, ближайший выпуск будет на фоне эстакад и других японских чудес. Здесь неплохо, но все слишком зарегулировано, не хватает... Сука, ты испортил Японию пердежом своего мопеда, что ж ты едешь-то такой-то... Ээээ... нехороший человек. Не хватает, хотел сказать, китайского расп... Потом вспомнил, что в Китае встретить пердящий скутер практически невозможно. Зато в Японии, пожалуйста, на каждом шагу то мопед проедет, то какой-то трактор, то еще непонятная хрень. И радость, что все чистое. Машинки, поезда и даже мусоровозы блестят, как котовые яйца перед свиданкой. Ладно, хватит прелюдий, мы начинаем новости. А, перед тем, как мы начнем, я напоминаю, друзья, огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Если вы до сих пор еще не в этом замечательном клубе благородных людей, ссылочка будет в описании, сейчас QR-кодик на экране, переходите по нему. Там разные способы поддержать мой канал, мою редакцию. Ваша поддержка помогает делать нам больше классного контента. Ну, а теперь мы начинаем. Одна из важнейших новотей прошедшей недели, моя личная. Мы выпустили ролик по Кении, по Найроби, может быть, даже кто-то видел его. А потом его скрыли, и мне люди пишут, Илья, что случилось? Почему ты скрыл этот ролик? Я объясняю. Я забыл про 1 мая, и наш ролик проиграл в битве с шашлыком. Да, в битве за внимание любимой аудитории. Зрители предпочли шашлыки, никто его не смотрел. Ролик офигенный, очень интересный. Была проделана огромная работа. Проехала реклама какой-то непонятной хрени. Была проделана огромная работа. Я побывал в Трущобах, Найроби. Я рассказал про то, как там живут люди. Я показал вам хороший район. Мы поговорили про историю, про архитектуру, про то, что Кения сейчас развивается, и даже про то, как там работают наши с вами соотечественники, открывают там бизнес. В общем, ролик получился очень интересный, но на старте он провалился. Алгоритмы Ютуба подумали, что ролик неинтересен, и скрыли его из выдачи. А мы скрыли его с канала, будем перевыпускать через недельку. Когда все вернутся с дач, вернутся с шашлыков и вновь включат Ютубчик, чтобы посмотреть что-то интересное. Так что, друзья, ждите, скоро он опять появится на ваших голубых экранах. Там действительно очень интересно. Поэтому обязательно смотрите, обязательно смотрите. Ставьте прямо сейчас колокольчики. Ролик получился фантастическим. Просто загляденье. Сам его три раза пересмотрел и не жалею. Ну а теперь давайте обсуждать новости. Раз уж этот выпуск я целиком записываю из Японии, давайте начнем с душераздирающих японских новостей. Сначала англоязычный, ну а потом российские источники сообщили о новом способе приготовления анигири. Это такие колобки из риса в листе нори и с какой-нибудь начинкой. Так вот, иностранные СМИ рассказывают, будто в Японии стало модно готовить эти анигири с потом из-под мышек милых девушек. Вроде как такая оригинальная приправа. Ну а японцы же извращенцы, это все знают, что с них взять, поэтому платят за такое блюдо в 10 раз дороже обычного. Гонконгские издания даже смакуют подробности, якобы перед приготовлением этих анигири японские девушки дезинфицируют подмышки, а затем специально тренируются, чтобы заново вспотеть. Подмышки они используют, чтобы слепить колобок, который обычно лепится просто с помощью ладоней. Вот так вот. Гонконгские СМИ даже цитируют посетителей японских ресторанов, которые утверждают, что на вкус такое блюдо ничем не отличается от традиционного. Может быть немножко солоновато, но это ладно. Ну и все бы ничего, но новость, будто это какой-то новый японский тренд, обыкновенный фейк, зародившийся в Китае. В старой японской манге была шутка, что с потом из-под мышек анигири получаются вкуснее. В итоге одна японская блогерша записала видео, где повторила этот прикол в жизни. Еще раз, это был просто прикол для ТикТока. А новостник из Гонконга выдал кадры из этого видео за фото из японского ресторана. И все это с комментарием, будто такие анигири стоят в 10 раз дороже обычных, но японцы все равно с готовностью их покупают. Причем первым таким сообщением уже несколько лет, а само видео впервые завирусилось в китайских соцсетях еще в 2016 году. Но 8 лет спустя в Китае, видимо, решили лишний раз напомнить народу о безумных японцах. Судя по всему, авторы статьи ориентировались на то, что это видео завирусилось теперь уже в ТикТоке. А потом использовали информацию о ресторанчике в районе Акихабара. Там о нигире делают популярные певицы или актрисы озвучки аниме. Ну, рисовые колбаски там лепят, конечно, традиционным способом, просто ладонями, и то в рамках каких-то промо-акций. Таких уток про Японию вообще довольно много, и про автоматы с ношенными трусами, и про прочую извращенскую туфту. И в основном подобные фейки запускают в сеть китайцы. Так что вот вам, друзья, очередная утка по-пекински. Вообще, конечно, ну, если про это говорить, японцы и сами приложили к этому руку, потому что в Японии происходит много диковинных вещей, и не всегда понятно, что из этого правда, а что нет. Например, те же самые автоматы с трусами, которые на самом деле фейк. Да, никто в автоматах трусы не покупает. Но если вы придете на Акихабару, как однажды сделал это я, даже меня, старого прайдоху, развели, там действительно стоят такие автоматы, там действительно можно купить какую-то ношеную одежду. Но, как уверяют местные, все это появилось как ответ на интерес туристов. Потому что когда в магазин уже в 20-й раз пришел турист и спросил, где у вас знаменитый автомат с ношенными трусами, ну, ребята решили, ладно, раз туристам так интересна вот эта вот хрень, которую про Японию рассказывают за границей, сделаем вам автомат, покупайте трусы, как бы, ну, хороший бизнес. Но, опять же, нужно понимать, что многие страшные истории, которые рассказывают про Японию, это не больше, чем фейк. И о нигире в подмышках никто не лепит. Так что не ведитесь навсюду туфту. В нашей Японии все чинно, благородно и, можно сказать, традиционно ценностно. Все, как мы любим. Друзья, ура, наконец-то это случилось. Вы не поверите, но во всем этом пи***це нашлись хорошие новости. Я уже несколько раз говорил, что в моем магазине мерча скоро будут новые крутые релизы. И это произошло. Встречайте долгожданную и первую в этом году коллаборацию, которую мы сделали совместно со стрит-арт-художником BFMTH. На стиль художника повлияли обложки альбомов Black Metal. Кстати, отсюда и его псевдоним. Это отсылка к популярному персонажу этой субкультуры, демону Бафомету. А настоящее свое имя BFMTH предпочитает не раскрывать, как и не показывать лицо. Работы BFMTH, провокационные, они вызывают резонанс в обществе. Именно с такими смелыми и талантливыми художниками я стараюсь делать коллаборации, чтобы как можно больше людей узнало про их творчество. Для моего мерча мы выбрали две работы художника. Панелька и детство. Как всегда, у наших футболов только лучшее качество. Это 100% хлопок, а принт выполнен вечной шелкографией. То есть со временем он не поблекнет и будет выглядеть как новенький после стирки. Кстати, в этой коллаборации мы немного изменили фасон футболок. Теперь они будут смотреться на вас еще круче. Чтобы заказать футболки с принтом от художника BFMTH, переходите по ссылочке в описании к этому ролику. Но помните, что это лимитированная коллекция, поэтому поторопитесь. Ну и еще одна японская новость, друзья. Японский табачный гигант Джепан Табака объявил, почему не ушел из России. А он не ушел. Гендиректор компании заявил, что все дело в инвесторах, которым просто нужна прибыль. Ну, в общем, если коротко. Ребят, мы бы ушли, но мы потеряем бабло, поэтому зачем уходить? Оказывается, акционеры могут потерять свои деньги, а заодно подать в суд. Поэтому японцы решили, что от бизнеса с Россией откажутся только в самом крайнем случае. В итоге Джепан Табака перенаправила поставки через Турцию, а ключевой персонал, который занимался закупками, перевела в Гонконг. Руководитель компании рассказал, что может отделить российское подразделение при наихудшем из сценариев. Но при нынешнем санкционном режиме это вряд ли необходимо. Все хорошо, баблишка капает, все нормально. На долю России приходится почти пятая часть прибыли Джепан Табака. Компания владеет фабриками в Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях. Она выпускает сигареты под такими марками, как Уинстон, Кэммел, Петр Первый, Собрание и Тройка. На производстве и офисах Джепан Табака в России работает примерно 4 тысячи человек. С 1999 года японская компания инвестировала в российский бизнес 4,8 миллиарда долларов. В довоенном 21 году акцизные платежи Джепан Табака обеспечивали 1% всех доходов государственного бюджета России. В общем, вы понимаете, друзья, война войной, а баблишка по расписанию. Ранее свой российский бизнес решил сохранить другой табачный гигант, американский Филипп Моррис. Он производит сигареты под брендами Парламент, Мальборо, ЛМ и Бонн-Стрит. Это вообще, конечно, забавно, и вся эта история в очередной раз показывает, что бизнес, он эти санкции при случае всегда будет обходить. Если кто-то ждет от бизнеса какой-то позиции, еще чего-то, слушайте, у бизнеса, как мы с вами хорошо знаем, позиция одна. Заработай ровно столько, сколько можешь унести. Вот, и никого не слушай. Забавно, что компания Uniqlo долго не хотела уходить из России, но на нее надавили. А с табачными гигантами дело не получилось, потому что, мне кажется, у табачных гигантов и так с репутацией дела не очень, им особо как-то пофиг. Они понимают, что они далеко не ангелы, и репутация их, конечно, беспокоит, но не так сильно, как другие компании, которые как раз были вынуждены уйти. Вот так вот. Так что и американцы, и японцы спокойно делают и продают в России сигаретки и все остальное. Не надо строить никаких иллюзий. А тому, что японские и американские табачники остались в России, наверняка обрадуются дебютат парламента Якутии, Владимир Паскачин. Выступая на заседании Илтумане, он заявил, что против слишком запретительных мер, особенно в отношении курильщиков. Сначала он вспомнил, что раньше курил даже в самолетах. Да, было и такое. Вспоминал, в 96-м году, когда летели в Атланту, в Америку, на Олимпийские игры. Отсюда села делегация, летела на одном самолете. Там мы курили же, да, в самолете. Ничего, никто не умер. И даже в здании якутского парламента, прямо в коридоре, стояла пепельница. Вообще, когда я на втором судове, я депутатом был, вместе выходили, зал, да, вот, коридор, и с учетовым там курили, вот там пепельница стояла, вот прямо возле лифта. Никто ничего не говорил. По версии Паскачина, курение в Якутии, России, да и вообще во всем мире, начал запрещать дьявол через своих агентов влияние. Потому что черти не любят дым. Депутат пожаловался, что из-за этого теперь даже в ресторане нормально не посидеть, ведь чтобы покурить, надо выйти на улицу. Я в ресторан уже не люблю ходить. Там запрещается курить элементарно, вот, нельзя отдыхать. Сидишь, нормально выпиваешь, да, без курива. Заложешь курить, надо выходить. Уже неудобно, да, вот там сидеть в ресторане. А пребывание на морозе гораздо вреднее для здоровья, чем сами сигареты. Ведь вред от курения, как считает Паскачин, никто научно не доказал. Даже вот раньше в коридоре курили, а сейчас вот зимой выходим на улицу, мерзнем. Просто простужаемся, у меня вот голос уже постоянно простуженный. Понимаете, да? Поэтому постоянно вот этим увлекаться, потому что я не советую, забредами, особенно по курению. Никакого вреда от курения нет на самом деле. Никто не доказал. Это антинаучно. Да, на самом деле на тему вреда от курения есть уже, наверное, сотни исследований. И все они сводятся к тому, что рак легкого это далеко не единственный пи***ц, который можно приобрести, если постоянно принимать палочки здоровья. Интересно, откуда у якутского депутата вообще такая информация? Не удивлюсь, если это очередной преданный зритель Бисагона. Вообще, конечно, пи***ц, когда некоторые депутаты, вот смотрите, когда они жмут, как обезьянки на кнопочке, единогласно голосуют за любую хуйню, это еще как-то нормально, но ты думаешь, ну, наверное, они какие-то умные, может быть, просто, ну, вот так вот они решили, но когда они иногда открывают рот, ты понимаешь, какие люди у нас сидят в региональных и федеральных органах власти, насколько они плохо образованные, насколько у них мозг проеден всякой ку**ой, они приросли жопами к креслам, и единственное, что у них хорошо получается, это лизать жопу, вот в этом они навострились, одумать, анализировать, заниматься какой-то созидательной деятельностью, заботиться-ка и думать вообще об интересах страны и людей, с этим пока проблемки, вот, а когда жопа становится некомфортно твоей вот этой вот депутатской якутской, можно и курение потребовать вернуть, и нести всякую просто ахинею, особенно про недоказанный вред от этой хуйни. Друзья, не слушайте депутатов, не будьте как депутаты, не курите, занимайтесь спортом, и гоните от себя всяких чертей, даже если они приходят к вам в красивых и дорогих костюмах. В общем, друзья, из новостей вы поняли, у нас в Японии все замечательно, а что там в Китае? Илон Маск добрался до Пекина. Он приехал, чтобы пролоббировать автопилот на Теслах в Китае. До сих пор ездить на них в КНР вполне можно было, а вот использовать автопилот, увы. Поэтому Маск отправился с двухдневным визитом в Китай, чтобы, так сказать, обкашлять вопросики. И все разрешить. Однако китайцы не смогли удержаться от того, чтобы немножечко пнуть западного господина. Как заметил телеграм-канал китайский плакат, Маск вышел из собственной Теслы и отправился на встречу с главой Китайского комитета содействия развитию международной торговли пешком. Все дело в том, что китайцы организовали встречу в государственной резиденции Дяо Ютай. Там обычно селит глав иностранных государств. Например, в прошлом году там остановился Путин. Но прикол этой резиденции в том, что на ее территорию нельзя въезжать конкретно на Тесла. На любых других автомобилях, пожалуйста, сколько можно. Но Маск приехал именно на Тесле. О чем принимающая сторона, разумеется, знала. Поэтому американскому бизнесмену пришлось выйти и немножечко прогуляться. За свое смирение Маск был вознагражден. В автомобилях Тесла в КНР разрешили использовать китайские карты от Байду. Эксперты говорят, что это большой шаг к тому, чтобы Теслам позволили полноценно работать на автопилоте в Китае. До сих пор автопилот на Теслах был запрещен из-за вопросов национальной безопасности Китая и хранения данных. Причем другие автомобили компании свободно используют эту технологию. Это, кстати, привело к тому, что доля Тесла на китайском рынке упала всего до 6%, а вместе с ней упала и выручка. Теперь Маск, похоже, все разрулил и акции компании тут же устремились вверх. В общем, Маск молодец, а телеграм-канал китайский плакат очень классный, всем рекомендую на него подписаться. А вот в США у Тесли и ее автопилоты дела идут не очень. Во всяком случае, если судить по количеству людей, которых уже убили и покалечили роботизированные машины. Из-за этого на детища Маска уже косо смотрит правительство. Хотя повода на самом деле нет. Сейчас разберемся. Итак, американский аналог ГИБДД пришел к выводу, что функции автопилота Теслы недостаточно, чтобы водители могли не следить за дорогой. В результате с января 18 по август 23 года произошло 950 с лишним ДТП с участием в электромобиле Тесла. В них погибли 29 человек. Однако в ряде случаев в Теслу врезались другие автомобили. В тех же авариях, когда Теслы сами что-то протаранили, погибли 14 человек и 49 получили ранения. Национальное управление безопасности дорожного движения сообщает, что автопилот игнорировал, например, перепаркованную обочину автомобиля экстренных служб. Большинство этих инцидентов произошло после наступления темноты. При этом автопилот просто не замечал сигнальные огни, дорожные конусы и световую стрелку объезда. А живые водители оказывались слишком самодовольны, чтобы постоянно следить за дорогой. Поэтому реагировать на препятствия они просто не успевали. На самом же деле 14 человеческих жертв за 5,5 лет это просто мизер и, к сожалению, просто статистическая погрешность по сравнению с числом людей, которые ежедневно гибнут в ДТП в США. В среднем их уже больше сотни. Например, в 2022 году жертвами аварии там становились 117 человек каждый день. Но чтобы сравнение было адекватным, надо, чтобы процент машин на автопилоте в США стал по-настоящему значительным. Пока что есть подозрения, что страшилки о роботах-убийцах это не более чем лобби от производителей традиционных автомобилей. А лучше всех с убийством людей, в том числе на дорогах, по-прежнему справляются другие люди. Так что я бы дал шансы и автопилоту Теслы, и остальным автономным машинам. Мне кажется, что количество ДТП, особенно смертельных, от этого только снизится. Роботы хотя бы не садятся бухими за руль, не дрифтуют, не устраивают уличные гонки и не подрезают другие машины. Откуда в Японии пердящие мотоциклы? Я не понимаю. Меня это жутко раздражает. А теперь перенесемся в прекрасный Туркменистан. Там чиновникам заставляют покупать часы с портретами президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца Аркадага. Пока известно, что под обязаловку попали госслужащие балканского вилаята. От чиновников попроще. Например, директоров школы, заведующих сельских, фельдшерских пунктов, требуют купить часы за полторы тысячи монатов. А силовики и главврачи больниц и другие крупные начальники должны приобрести часы уже за три тысячи монатов. Таким образом, цена часов варьируется от 40 до 80 тысяч рублей, что даже для России существенные деньги, не говоря уже о нищем Туркменистане. Существует как минимум четыре образца часов с первыми лицами государства. На циферблате 1 размещены фотографии отца и сына Бердымухамедовых. Справа портрет Гурбангулы Бердымухамедова в красном галстуке, а слева его сына Сердара в черном галстуке. Сверху поместился государственный флаг, а снизу то есть силуэт карты Туркменистана. Посмотрите на эту красоту. На других трех вариантов часов присутствует портрет только нынешнего президента, а Аркадак почему-то проигнорирован. Кстати, во времена Туркменбаши, первого президента независимого Туркменистана, в стране тоже распространились часы с его портретом. Однако их раздавали бесплатно, причем не только чиновникам, но и школьникам. Теперь же в стране все изменилось. Из тех же школьных учителей постоянно вымогают деньги то на покупку новых книг лидеров страны, то на их свежие портреты. Бедный-бедный Туркменистан. Надеюсь, он все это переживет. Другая современная диктатура получила, если не удар, то чувствительный укол от белорусских хакеров. Киберпартизаны взломали сайт КГБ Беларуси и слили в сеть базу доносов и стукачей, которые их оставляли. Официальный сайт Комитета госбезопасности не работает уже более двух месяцев. Сами хакеры заявили, что это связано именно с их атакой. Киберпартизаны пробрались туда еще осенью 23-го года и выкачали всю доступную информацию. Увы, мы немного нашумели, и сайт пришлось прикрыть. Хакеры выложили в Телеграм-канале список админов сайта КГБ, а затем и всю базу данных. Так вот, выяснилось, что за 9 лет с сентября 2014 по август 23-го года пользователи оставили 40 тысяч обращений через сайт КГБ. Но далеко не все из них доносы. Собственно, кляус там, похоже, было всего несколько тысяч. Но любопытно, что стукачи действовали не только с территории Беларуси, но и из-за границы, например, из Литвы, Украины и даже Германии и Испании, с которыми Беларусь даже не ограничат. Популярная тема доноса это сотрудничество того или иного объекта с белорусской оппозицией или независимыми СМИ. Те, кто писал в КГБ не с целью доноса, часто искали своих репрессированных еще Сталином родственников или жаловались на чиновников, ну или же пытались предложить себя государству в качестве ценного сотрудника. Но очень многие авторы и писем в КГБ это откровенно какие-то сумасшедшие, которые пишут, например, не знаю, что их жопу облучает Виктор Цой, который на самом деле инопланетянин. В общем, гонану даже на 40 тысяч. И это скорее хорошо говорит о белорусах в целом. Однако в сообществах подобных режиму Лукашенко стукачей всегда достаточно. Поэтому всегда надо думать, что и в какой компании ты говоришь. Сразу три символа Японии в одном кадре. Эстакада, под которой ресторанчики, магазинчик Лолсон и колесо обозрения, которое японцы поставили в самое непонятное место. В данном случае на крышу. Да, японцы они такие. Поговорка «Не пытайся покинуть Омск» вышла на новый виток актуальности. Похоже, у местных жителей опустились руки и они забили на последние попытки спастись. По итогам января и февраля этого года Омская область потеряла лишь 668 человек. Это разница между количеством уехавших и приехавших. И покинула топ-5 регионов с самыми высокими миграционными потерями. Теперь она только на восьмом месте по России. Больше всего людей за те же два месяца уехала из Дагестана, Чечни. Там же все хорошо, зачем тут уезжают люди? Ладно. И в Владимирской, Оренбургской областей. Но вообще я бы не волновался за региональный бренд. Только за прошлый год население Омской области сократилось на 14 тысяч человек. А с 2012 года более чем на 150 тысяч. Это примерно как население севера Двинска, где стоят атомные подлодки. Если бы власть сумела сделать Омскую область привлекательной для людей, фразу «не пытайся покинуть Омск» даже можно было использовать в позитивном ключе. Но регион и раньше был глубоко депрессивным, а теперь, когда идет война, до повышения качества жизни и вовсе никому нет дела. Перейдем к по-настоящему прекрасным новостям. Крупнейшие европейские банки, которые остались работать в России после начала войны за прошлый год заплатили более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет. Общая прибыль нескольких банков, включая Юникредит и Дойчий банк, превысила 3 миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в довоенном 2021 году, когда банки заплатили в российский бюджет примерно 200 миллионов евро налогов. Более половины налоговых выплат в 2023 году пришлось на австрийский Рай Файзен, который ранее заявлял о планах вообще сократить российский бизнес. Газета Financial Times считает, что все ровно наоборот, по мнению журналистов, у российской дочки Рай Файзена есть амбициозные планы по многократному расширению клиентской базы в России. Чистая прибыль Рай Файзена в России за первый квартал этого года увеличилась более чем на 8%, и составила 226 миллионов евро. Доля российского бизнеса в прибыли всей группы Рай Файзена составила почти половину, 45%. Несмотря на это, банк утверждает, что уже в этом году может начать процесс ухода с российского рынка. Следите за руками. Мы можем начать процесс ухода. То есть можем и не начать процесс ухода, а можем начать, но и не закончить. А может процесс ухода, ну или не ухода. В общем, молодцы австрийцы, зарабатывают деньги. Друзья, как я уже сказал, сейчас я нахожусь в Японии. Я готовлю большой путеводитель по этой удивительной стране. Я расскажу вам о своих любимых местах, дам советы, как лучше и правильнее путешествовать по Японии. Скоро этот путеводитель выйдет, но уже сейчас на моем сайте доступны путеводители по таким городам, как Лондон, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Берлин и даже, по-моему, что-то еще. Путеводителей много, они регулярно выходят. В ближайшее время, кстати, выйдет путеводитель по Нью-Йорку. Ах, да, вспомнил. Еще и замечательный путеводитель по Китаю, где я рассказал не только о каких-то интересных и важных для меня местах, но и многое рассказал про культуру и обычаи Китая. Это поможет вам, если вы собираетесь по Китаю путешествовать. Даже если вы в Китай ехать не собираетесь, путеводитель просто интересно почитать. Там много полезной и уникальной информации. Все путеводители представлены на сайте Travel Warlamov.ru. Переходите на него и покупайте путеводитель по интересующему вас городу. Помимо полноценных путеводителей, у меня есть еще и маршруты. Что такое маршруты? Это, по сути, точки на карте. Вот знаете, иногда смотрите мой ролик и видите места, которые я посещаю. Все эти места я наношу на карты. Ко всем этим местам делаю описание. И скачав это к себе в смартфон, вы можете буквально пройти моим маршрутом и во время прогулки прочитать про те или иные объекты. Это сильно сэкономит время и сделает ваши путешествия интереснее. Переходите на сайт, покупайте путеводителей и путешествуйте. Желаю вам хороших, интересных поездок. А власти Италии придумали ответ на решение Путина передать «Газпрому» российские активы итальянской компании «Аристон». Минобороны Италии поставят Украине дальнобойные ракеты «Стормшедоу» или «Стормшедоу», как их называют «Шойгу». Раньше эти ракеты передавали Киеву, только в Великобритании и Франции. Ракеты «Стормшедоу» имеют дальность полета примерно 550 километров. Первые подобные ракеты поступили в Украину в мае прошлого года. Российская страна заявляла, что ВСУ применяли при ударах по так называемой ЛНР, а также пытались атаковать ими Крым. По данным Украины, именно такими ракетами был поврежден штаб Черноморского флота России в Севастополе. Похоже, российский верховный главнокомандующий опять всех переиграл. Лишив итальянцев денег в России, Кремль перешел пресловутую красную линию. Кстати, не стоит забывать, что помимо дальнобойных ракет в Европе еще лежат российские активы на сотни миллиардов евро. Ну, судя по всему, вот эта вот войнушка, кто у кого что отожмет, будет все дальше и дальше набирать обороты. Как вы знаете, с начала войны европейцы заблокировали десятки, сотни миллиардов российских активов. В России пытаются заморозить, отжать что-то европейское в отместку. Проблема в том, что, мне кажется, у нас есть какой-то дисбаланс по активам. Все-таки российские активы за рубежом гораздо больше, чем активов недружественных стран. Ну, посмотрим, как дальше вся эта история будет развиваться. Впрочем, у России в Европе полно союзников, готовых отомстить за поставки ракет Украине. Если одни европейские правопопулисты давно у Кремля на поводке, то европейские левые часто служат ему по собственной тупости. В Германии сожгли деревянную дачу главы оборонного концерта Райан Металь Армина Папергера. Ответственность за поджог взяли на себя лево-радикальные активисты. Свои действия они объяснили тем, что Райан Металь наживается на войне в Украине и специально накапливает грязные старые типы танков, которые могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами за огромные деньги. Спецслужбы Германии расследуют этот поджог. Райан Металь один из крупнейших производителей оружия и военной техники в Европе. После начала войны в Украине компания получила от властей Германии и других стран Евросоюза множество заказов на производство вооружений. Впрочем, ничего по-настоящему нужного украинской армии Германия так и не отправила. Не считая небольшого количества танков Леопард, которые никакой роли на фронте не сыграли. Канцлер Шольц как огня боится Путина и Россию, поэтому остается непреклонным в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Таурус. Фух, но мы продолжаем. Проехал поезд, какой-то чувак хотел заехать на парковку, плохие новости для чувака мест нет, а у меня для вас все новости хорошие. Правда, про пи***ц, но дадут постоянство. Следующая новость из рубрики Кому война, кому неплохо повод неплохо заработать. В Тамбовской области цыгане привезли в пункт приема металлолома беспилотник самолетного типа вместе с боеголовкой. Телеграм-канал БАЗа полагает, что аппарат российский и вероятно это разведывательный дрон Орлан. Работники пункта приема такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры почему-то не оценили и вызвали полицию. Теперь силовики пытаются понять, где же беспилотник был спи***н. Или нашли. Липецкий зоопарк отправил двух павлинов российским военным, которые находятся на фронте в Украине. Они были признаны скрасить боевые будни солдат. Для ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат. В общем, один из российских солдат даже записал видео с благодарностью зоопарку. Он сказал, что наблюдая за павлинами, военные будут ловить какое-то духовное умиротворение. Чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Правда, потом зоопарк без объяснения причину удалил сообщение об отправке павлинов на фронт. Да, его представитель заявил изданию подъем, что посты потерли из-за оскорблений президента в комментариях. Да, ничего себе! Бедный Владимир Владимирович, даже ему досталось от павлинов. Пришлось стыдить, либо скрывать. Но, мне кажется, директору зоопарка надо было не бедных птичек мучить и отправлять их на фронт, а надо было самому нарядиться в птичку, можно в какого-нибудь павлина, вставить себе в жопу перья и поехать на передовую в окоп и прыгать и скрашивать боевые будни российских военнослужащих. Нахуй ты павлинов мучаешь, чудак, а? Тебе верили животных. Вот, кстати, почему ненавидишься в зоопарке и цирке? Тебе верили животных, ты должен заботиться о животных. Ты берешь животных своих, которые у тебя должны быть как дети. Еще раз, ни себя, ни свою жопу, ни своих детей, ни свою жену. И ты отправляешься скрашивать будни бедных несчастных павлинов, которым понятно, что на воде ничего хорошего этим павлинам ничего хорошего их не ждет. Вообще павлины с точки зрения маскировки не лучшее животное, чтобы на передовой там шастать. Вот. И в лучшем случае с павлинов суп сварят. Какой пи*** в б***х происходит? Мне вообще интересно, как подобные решения принимаются. Сидит директор зоопарка такой, ммм, б***ь, так, значит, Иван Иванович, б***ь, с макаронного завода отправил макароны на фронт. Получил грамоту. Молодец. Значит, Петр Петрович, директор школы, мой кореш, отправил, хотел сказать, нет, отправил поделки на уроке труда, маскировочные сети плели детки, отправил эти маскировочные сети на фронт, получил грамоту. Ну а мне что отправить, кроме птичьего или верблюжьего дерьма из моего зоопарка, ведь мы больше ничего не производим. Хо, хорошая идея, отправлю птичьим. Да, еще раз. Чувак, в следующий раз, если решишь помучать животных, отправляйся сам в окопы, в жопу, вставляй перья и развлекай солдат. А птичек не трожь. Ладно, друзья, что там у нас дальше? Бюджет рождественского комедийного боевика «Красный» от студии Amazon вырос на 50 миллионов долларов из-за постоянных опозданий дуэнны «Скалы Джонсона», играющего главную роль. Средним актер опаздывал на съемочную площадку на 7-8 часов и вообще пропустил несколько полных дней съемок. Представители Amazon назвали информацию журналистов нелепой и ложной, а так как в киноиндустрии уже давно жалуются на хронические опоздания «Скалы». Например, бывший помощник продюсера сериала «Футболисты» производства HBO рассказал, что актер регулярно приезжал на 3-4 часа позже без всякой на то причины. Больше сотни членов съемочной группы были вынуждены его дожидаться. На съемках боевика «Рампэйдж» актер задерживался в среднем на 4-5 часов. Один из коллег «Скалы» даже начал вести учет его опозданий. Собеседники журналистов рассказывали, что из-за такого поведения Джонсона у него возникали серьезные конфликты с коллегами. Например, с Вином Дизелем и Райаном Рейнольдсом. Последнего так выпесили опоздание «Скалы», что он не разговаривал с ним несколько лет. Вот так вот. Не только некоторые наши политики опаздывают, но и голливудские актеры. А тем временем в США при странных обстоятельствах умер уже второй человек, рассказавший о дефектах в самолетах «Боинг». Бывший аудитор качества у одного из поставщиков, комплектующих для «Боингов», скончался после неожиданной быстро развившейся инфекции. Джошуа Дину было всего 45 лет, жить бы и жить. Он вел здоровый образ жизни и до последнего времени не имел вообще никаких серьезных проблем со здоровьем. Однако мужчину госпитализировали за проблем с дыханием, врачи диагностировали стафилококковую пневмонию. Вскоре у пациента отказали органы, и он умер. В 2024 году Дин заметил, что механики нарушали технологию, когда сверлили отверстия в элементах фюзеляжа для самолетов серии 737 Max. Он доложил об этом начальству, но наверху проигнорировали ситуацию. В ходе той же проверки он не заметил другой дефект, из-за чего мужчину уволили. Дин пожаловался в Министерство труда США. Он утверждал, что увольнение было местью за то, что он публично поставил безопасность Боингов под сомнение. Кроме того, Дин сообщил Федеральному управлению гражданской авиации о серьезных и грубых нарушениях со стороны руководства Боинг. А я напомню, что в марте умер другой осведомитель о дефектах в самолетах Боинг бывший инженер службы контроля качества Джон Барнетт. Медицинский эксперт пришел к выводу, что мужчина совершил самоубийство. Адвокат Барнетта назвал его смерть странной. В день, когда он был найден мертвым, он должен был давать в суде показания о деятельности Боинга. Барнетт проработал в компании 32 года. Он покинул ее в 2017 году. После увольнения инженер начал рассказывать журналистам о дефектах в самолетах Боинг. По его словам, при сборке самолетов серии Dreamliner, рабочие устанавливали выброшенные некачественные детали, чтобы не допустить задержек на производстве. Барнетт также участвовал в тестировании подачи кислорода в маске. И 75 из 300 устройств не сработали. Инженер жаловался на эту проблему руководству Боинга, но его запросы оставались без внимания. В общем, не знаю, совпадение или не совпадение. История вообще странная. В последнее время идет прям такая кампания против Боинга, при этом кампания с пруфами. То есть, это не то, что кто-то наговаривает, реально свидетельские показания, какие-то видео. Да и сами самолеты что-то развалятся, то колесо отвалится, то дверь. Мои знакомые авиаэксперты говорят, что ничего страшного не происходит. С другой стороны, а я представляю, если бы суперджеты начали так сыпаться, колесо бы отвалилось, дверь бы вывалилась, что бы говорили в России. А Боинг, как-то все стараются не замечать. Ну, подумаешь, дверь отвалилась, колесо отвалилось, там еще какая-то херня у них отваливается. Не знаю, не знаю. Странная история. Реальные эксперты говорят, что с качеством у Боинга херня из-за того, что они много делегировали на аутсорсинг, контролировать теперь нормально не могут. В общем, какая-то у них жопа. Чему все это приведет, непонятно. Видимо, сейчас придется перестраивать все процессы. Но учитывая, что у США всего один такой нормальный массовый производитель самолетов, который конкурирует с европейским аэрбасом, а тут уже китайцы на пятки наступают, что-то мне подсказывает, что все эти скандальчики замнут, чтобы не мешать зарабатывать дальше деньги. Летайте. Не, я не буду плодить аэрофобов. Я летаю. Я не заморачиваюсь. Я не заморачиваюсь. Я продолжаю летать. На этой неделе МИД Таджикистана выразил России протест в связи с массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам республики в России. Ведомство заявило о повсеместном нарушении прав и свобод таджикистанцев. В ноте протеста отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана. Да, как вы знаете, после теракта в Крокусе с таджиками в России возникли проблемы. Ранние власти республики рекомендовали своим гражданам вообще воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости. В конце апреля МИД Таджикистана рассказал, что в зоне временного содержания в московских аэропортах застряли около тысячи таджикистанцев, в том числе студенты, которые вообще-то в России учатся, по правительственным квотам. Только из аэропорта Внуково из трех тысяч прилетевших в Россию граждан Таджикистана власти выслали обратно более 600 человек. В отношении еще 117 таджикистанцев было принято решение о депортации. И все это после многодневного содержания без нормальных условий. Такая же ситуация сложилась на наземной границе. Например, на КПП Сагарчин между Россией и Казахстаном застряли тысячи таджикистанцев, которых не пропускают российские пограничники. При этом граждан других стран въезд в страну разрешают и никаких проблем у них нет, в том числе и стран Центральной Азии. Глава МИД Лобров в разговоре с коллегой из Таджикистана заявил, что массовые проверки таджикистанцев это вообще временная мера, принятая после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он утверждает, что действия России не направлены против конкретной нации или религии. Однако глава МИД Таджикистана сказал, что такое утверждение не соответствует реальной обстановке. По его словам, негативные действия применяются лишь в отношении таджикистанцев. Но, видимо, чтобы таджикистанцы не расстраивались, проблемы позже начались у граждан Узбекистана и Кыргызстана. Их тоже стали массово не пускать в Россию. По словам правозащитницы Валентины Чупик, массовые задержания мигрантов при въезде начались еще 24 апреля, а к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4,5 тысяч человек. Примерно столько же не пустили в страну на наземных КПП. Чупик рассказала, что только четверть задержанных это граждане Таджикистана. Около половины это мигранты из Узбекистана, а остальные преимущественно граждане Кыргызстана. Большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток или двух, но в некоторых случаях отправка назад может затянуться и на неделю. Интересно, кстати, что большинство тех, кому запретили въезд, ранее уже приезжали в Россию на работу и никаких проблем у них не было. По словам Чупик, такой массовой высылки из России еще никогда до этого не было. Раньше, конечно, бывало, самолеты, но это происходило где-то раз в месяц, а сейчас разворачивают вообще всех подряд. На этом фоне власти Кыргызстана рекомендовали своим гражданам пока отказаться от поездок в Россию без веской причины. Что здесь можно сказать? То, что будет война с мигрантами, было понятно еще до выборов, но я был уверен, что после выборов это закончится, потому что обычно все эти пиар-акции идут перед выборами, берут какие-то социальные группы, к которым или разжигают ненависть, или к которым в обществе есть какие-то вопросы и претензии. Обычно все это завязано на различных, я не знаю, на ксенофобии, на гомофобии и так далее. И эти ребята подпадают под пресс, ну, видимо, чтобы показать простому народу, что смотрите, царь-батюшка держит узды нормально, что контролирует ситуацию, если надо, и с геями поборемся, и с мигрантами поборемся, в общем, и даже с какой-нибудь мелкой коррупцией можно побороться и показательно сожрать какого-нибудь чиновника. Ну, и, видимо, избиратель должен все это посмотреть, выдохнуть, сказать, в стране порядок наводится. Конечно, 20, почти 5 лет это мало, но еще чуть-чуть, чуть-чуть, и уж наконец-таки порядок тогда уж до конца и наведем. Да, но здесь выборы прошли, а у мигрантов проблемы остались. Не знаю, к чему все это приведет, потому что многие регионы, например, они запрещают мигрантам уже работать, работать в такси и так далее, а приведет, ну, в первую очередь все это приведет к росту цен, потому что, если, например, мигранты готовы работать за копейки, то коренное население уже делать это не захочет, оно захочет получать достойную зарплату. А дальше рост цен отразится на всем. В целом, сегодня Россия достаточно комфортная страна для жизни в плане каких-то сервисов. Если вы сравниваете это, например, с Европой, особенно сейчас, многие ребята, которые уехали из России, они хорошо это почувствовали, что там какие-то маникюр, стрижка, доставка и просто какие-то обычные услуги, там бытовые, няни, уборщицы, они стоят гораздо, гораздо дороже в Европе, даже в некоторых странах бывшего Советского Союза. То есть совершенно несоразмерно, и на те же деньги, что можно в Москве, там, не знаю, шиковать, где-нибудь в Берлине, вы будете такой, средний класс, и даже там ниже. Все это вызвано тем, что в той же Европе есть вот эти всякие, как их там, права человека, да, вот это вот, что там еще, вот эти вот чуждые нам традиционные понятия, какие-то там минимальные зарплаты, все остальное, в общем, там просто так в хвост и гриву каких-нибудь бесправных мигрантов не особо и поэксплуатируешь, потому что всячески там все это защищено и регулируется. У нас можно за три копейки, чтобы работали курьеры, таксисты, это делает сервисы действительно доступными, ну, и недорогими, потому что вот этот вот низший слой обслуги, он реально стоит там копейки. Стройка, уборка, все остальное. Да, вы приезжаете в Нью-Йорк и говорите, почему так в Нью-Йорке грязно, какой ужас. Ну, а потом посмотрите на зарплату дворника в Нью-Йорке и сравните зарплаты дворника в Москве. Это в Москве можно какой-нибудь там ГБУ-жилищник или кто там возьмет каких-нибудь таджиков или узбеков, заселит их в какую-нибудь резиновую квартиру там или в подвал, и за три копейки они будут круглосуточно улицам нести и в мороз там и во все остальное. А в Нью-Йорке так не сработает. И в Нью-Йорке вам скажут, чувак, минимальная зарплата там, не знаю, сколько там, 15-20 долларов в час. Вот, и работать я буду от А до Б и дальше пальцем не пошевелю. Так что давай, оплати, и будет у тебя чисто. Конечно, с этим проблемы. Посмотрим, к чему это приведет, займут ли места мигрантов в России представители коренного населения, граждане России, согласятся ли они работать за три копейки и как повлияет рост цен на сервисные услуги, рост цен в тех отраслях, где работали мигранты, в общем, на все, что в России происходит. Посмотрим, посмотрим. Мне почему-то кажется, что если завтра выслать всех мигрантов и никого больше не пускать, то не всем это понравится. А в Москве после футбольного матча любительской лиги произошла драка между игроками клубов Юзау и Хоса. Значит, Юзау победил Хосу с разгромным счетом 12-0. После этого полузащитник, проигравший команды под предлогом разговора, оттянул в сторону соперника, а потом неожиданно ударил его по голове. Затем к драке присоединились другие футболисты и болельщики. В итоге русских в России опять отпустили. Несколько футболистов Юзау обратились в больницу с ушибами и рассечениями. Полиция задержала восемь зачинщиков драки из числа игроков Хосы. Ими оказались уроженцы Таджикистана. На всех составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. На двух футболистов также составили протокол за нарушение условий миграционного учета. Им грозит депортация из России. Да, новость из того же раздела. Сейчас СМИ и так далее подсвечивают подобные истории. На все это обращается внимание. Посмотрим, что будет дело развиваться. В любом случае я думаю, что без мигрантов существование России невозможно. То, что в России сегодня с мигрантами происходит, это нехорошо, примерно нехорошо в двух сторонах. С одной стороны сами мигранты бесправны и часто их права нарушаются. Я хорошо помню, когда в Шереметьево прилетаешь, например, или в Домодедово, во Внуково прилетаешь из какой-нибудь центрально-азиатской страны, из того же Таджикистана или Кыргызстана и на паспортном контроле, уже на паспортном контроле пограничники, как они кидают эти паспорта, как они там тыкают, отошел, сюда, встал, то есть они общаются, как будто это какие-то не люди, то есть уже сразу начинается такое к ним отношение, как к людям второго сорт, как какая-то обслуга приехала, ничего там, конечно, хорошего нет. Как с ними общаются менты, как с ними общается начальство, все это довольно грустно, и как нарушаются их права, к им не выплачивают зарплаты. Ну и, конечно, надо быть откровенными, да, и мигранты не всегда себя ведут правильно, не всегда уважают традиции светского общества. Мы знаем, все говорят в истории, когда ребята пытаются делать там замечания девушкам, которые по их мнению не так одеты, или еще что-то, хотя подобные замечания мы слышим не только со стороны мигрантов, но и со стороны представителей, приезжих из некоторых регионов России, вот, в этом плане тоже есть на что подискутировать, в общем, хочется, конечно, вести в этой области порядок, чтобы иммигранты были защищены, чтобы работали они нормально, достойно, получали нормально, и вели себя хорошо, вот, а в плане депортации всего остального, мне кажется, идеальная система, она в Арабских Эмиратах. Ты приезжаешь, у тебя есть пермит, если что-то, работа закончилась, где-то что-то нарушил, сразу пять минут на сборы, улетаешь навсегда, и все. Если работаешь нормально, правила соблюдаешь, получаешь баблишко, все у тебя хорошо, никто никому не мешает, никаких конфликтов нет, несмотря на то, что, например, те же самые Арабские Эмираты, очень сложная страна в плане состава населения, разные религии, люди из разных стран, которые между собой могут совершенно даже не общаться, и враждовать Индии и Пакистан, но работают бок о бок, и никаких проблем нет, потому что все понимают, что все жестко, строго, и никакие выяснения отношений не пройдут. Посмотрим, до чего эволюционируют отношения мигрантов в России. Американский журналист Такер Карлсон неплохо порезвился в России. Оказывается, в Москве он успел взять интервью не только у Путина, но и у другого идеолога нынешнего режима, философа Александра Дугина, который, как вы помните, уже третью неделю находится в центре скандала, и не потому, что его сделали главой высшей политической школы при РГГУ, а потому, что эта школа носит имя Ивана Ильина, который имел довольно сложные и близкие отношения с фашистами. Забавно, что Карлсон предваряет интервью с Дугиным таким анонсом. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Амазон не продает его книги. В своем ролике он поясняет, что администрация Байдена запретила книги Дугина якобы из-за того, что тот пишет о великих идеях, которые глубоко оскорбительны для некоторых людей. Интересно, что же это за люди такие, кого книги Дугина пугают? Он писатель, который пишет о больших идеях, и из-за этого его книги были запрещены администрацией Байдена в Соединенных Штатах. Вы не купите их на Амазоне. Возможно, для мистера Карлсона это станет откровением, но Майн Камп Гитлера на Амазоне тоже не продается, как и какие-нибудь сборники речей, шейхов, идил с призывами резать неверных. В самом интервью Дугин рассуждал о том, что после развала Советского Союза либерализм, как я понял, временно и в основном на Западе, одержал победу над коллективизмом. А корни нынешнего упадка западных и особенно англосаксонских стран он ловко нашел еще в реформации. Конечной станции человечества Дугин считает трансгуманизм, а именно постепенный отказ от всего присущего человеку. Новый либерализм по версии Дугина отличается от старого тем, что теперь он не следует мнению большинства, а наоборот подчиняется власти меньшинств. Мы на следующем этапе. Этот этап новый либерализм. Теперь речь идет не о правлении большинства, а о правлении меньшинств. Речь не об индивидуальной свободе, а о ваукизме. А повесточка, то есть следование интересам меньшинств, превратилась из права в обязанность западного человека. В итоге каждый должен быть леволибералом и никак иначе. И теперь мы говорим не о защите индивидуальной свободы, а о предписании быть проснувшимся, современным и прогрессивным. То есть у вас нет выбора быть прогрессивным или нет. Быть прогрессивным и следовать этой повестке это ваш долг. В качестве примера ближайшего будущего, который ожидает Запад, Дугин привел фильмы «Матрица» и «Терминатор». По его словам, они достаточно точно описывают реальность. Более того, это не просто будущее, а политический проект. Потому что если рисовать будущее исключительно в врачных тонах, однажды именно такое будущее и настанет. Нет ничего более реалистичного, чем научная фантастика. И если вы посмотрите «Матрицу» или «Терминатора», то у вас сложится более или менее точная картина будущего. Будущего с постчеловеческим миром, где не будет необходимо присутствие человека или искусственного интеллекта. Если вы привыкли представлять все, а тем более будущее в черном цвете, то это темное будущее обязательно наступит. И раз уж мы с подачи Дугина вспомнили о западной повесточке, вот вам прекрасная новость на эту тему. В штате Луизиана появится новый город с населением почти 100 тысяч человек. Верховный суд штата разрешил белым жителям одного из районов отделиться от крупного города Баттон-Руж, который населен в основном черными. Город будет называться Сент-Джордж. История интересная, эта компания велась еще с 2012 года. Белые и более благополучные жители юго-востока Баттон-Ружа были недовольны уровнем преступности, качеством школ, плохой инфраструктуры и так далее. Они пытались отделиться, но суды долгое время не позволяли им это сделать. И лишь 12 лет спустя инициатива увенчалась успехом. Но критики, конечно, недовольны тем, что богатое белое сообщество пытается дистанцироваться от бедных черных жителей Баттон-Ружа. Активнее прочих против отделения района выступала чернокожая мэр Шерон Уэстон-Брум. Особенно интересна тут позиция Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Она утверждает, что раскол скажется на финансирование городских школ, хотя изначально проект Сент-Джорджа создавался именно для того, чтобы в Баттон-Ружа наконец появились качественные школы. То есть черные ребята очень хотели, чтобы школы в городе оставались хуйками, но платили за них все равно белые. Но не прокатило. Ну и в целом, когда вы читаете подобную новость, надо понимать просто устройство США в Америке очень важно, где вы платите налоги. Потому что в отличие от России, где все налоги идут в центр, а потом с барского плеча регионом что-то там отстегивается, в Америке налоги идут прямо там есть понятные федеральные налоги и налоги штата, но основные налоги они идут именно там, где вы живете. Поэтому в богатых районах лучше работает полиция, поскольку в полиции лучше финансирование. В хороших районах хорошие школы. И когда вы смотрите жилье, у вас например, это невероятно американский контраст, когда здесь может быть просто богатый район, а здесь может быть бедный. Если вернуться в Нью-Йорк, есть Парк Лэйн, улица, где старые деньги живут, там роскошнейшие дома. Парк Лэйн это авеню, ведущая к Гранд Централ вокзалу, но если по ней поехать наоборот на север, то она граничит с Гарлемом и граница там буквально несколько домов. Здесь разруха Гарлем, соцжилье, эти праджекты, а здесь у тебя Парк Лэйн с роскошными домами и дорогущими ресторанами. Вот это все стоит рядом. Все потому, что вы живете в вашем районе, вы платите в этом районе налоги, большие налоги, они идут на финансирование школы, школа хорошая, растет цена недвижимости. Значит, в этом районе еще живут еще более богатые люди, еще больше платят налогов, еще лучше становится школа. И вот это такая вот история, которая делит Америку как раз на очень богатые, очень бедные районы. Когда вот это отделение одних людей от других, это не значит, что они там просто возьмут, переедут в поле, и у них будет новый город. Нет. Это чисто административная налоговая история, чтобы не платить, не платить налоги в одном месте, а платить их в другом и как-то вот улучшить свою жизнь. Это везде присутствует. Нам эти проблемы не совсем понятны, но в Америке они кое-где есть, и они довольно серьезные. А в немецком Гамбурге прошел митинг радикальных исламистов, которые призвали к созданию халифата, то есть исламского государственного территории Германии. Изначально демонстрация была направлена против права граждан на свободу информации. На митинг пришло примерно 1200 человек, в том числе лидера организации, которая стала наследницей запрещенной в России Хизбут-Тахрир. Они требовали прекратить пропаганду в СМИ, в частности, в гамбургском издании МОПа. Силовики и муниципальная власть позволили исламистам спокойно провести этот митинг, который, впрочем, закончился без происшествий. Однако вся Германия до сих пор душует просто из-за факта, что религиозным фанатикам позволяют массово собираться в одном из крупнейших немецких городов и не просто собираться, а требовать ущемления прав самих граждан Германии. Некоторые депутаты Бундестага уже заявили, что призывы к созданию халифатов Германии должны стать уголовным преступлением. В самом Гамбурге представители партии ХДС говорят, что правовое государство должно всеми силами противостоять исламизму. Но как-то в очередной раз не вышло. Не для того правительство Меркель тысячами завозило в страну радикалов, что в Эдиперием кто-то открыто противостоял. Интересно, кстати, как к этому относятся немецкие левые. Уверен, что поддерживают. Здесь, конечно, будет интересно понаблюдать, как немцы вырулят из всей этой истории. Я уверен, что вырулят. И не из такого Германия выруливала. Но какие здесь две крайности. С одной стороны, Германия демократическая страна. Значит, уважаются свободы. Свободы всех, даже свободы тех, с кем вы не согласны. Вы можете быть не согласны с желающими построить халифат. Но, тем не менее, они как-то у вас живут. Значит, у них есть такие же права выходить на митинги. А почему нет? А как мы отделим? Что можно требовать, что нельзя требовать? Почему, например, за права ЛГБТ можно бороться и выходить на парады, а за халифат нельзя? Где-то грань. Почему одни сейчас митинги запретят? И здесь мы начинаем вступать на скользкую дорожку, что это же точно плохо, это же точно зло. Давайте мы это запретим. Все-таки, ну да, это можно запретить. А дальше вот эта ступенечка за ступенечкой начинают откусывать. Здесь запретим, здесь запретим. Мы в России это очень хорошо проходили, когда давайте мы запретим писать про самоубийство. Ну давайте. Давайте мы теперь запретим писать про наркотики. Это же плохо. Все-таки, ну давайте запретим. А потом так посмотрели, бац, а все свободные СМИ уже давно под колпаком никого не осталось, всех разогнали и писать уже вообще ничего нельзя, ни про кого, потому что шаг в небо, шаг вправо. Либо фейк, либо дискредитация. Вот. Не знаю. Посмотрим, я не сильно глубоко погружен в немецкую политику, посмотрим, как немцы из этого выкарабкаются, как они решат эти вопросы с исламскими радикалами. Мне такие митинги совсем не нравятся. Если вы живете в Германии, расскажите, как на самом деле к этому относятся немцы и насколько вообще это нормально. Ну а кто будет бороться с исламизмом в Германии, совершенно понятно, потому что левые центристы там, как справедливо заметил Дугин, заражены вирусом политкорректности, а влиятельная правая партия в стране всего одна, и та оказалась ручной собачонкой Москвы, как выяснил немецкий журнал «Шпигель». Даже манифест партии «Альтернатива для Германии» был разработан в Кремле. Издание утверждает, что его текст был составлен по поручению замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Такое задание он якобы дал еще осенью 22-го года, чтобы повысить рейтинг АДГ и улучшить результаты партии на выборах. В манифесте говорится, что нынешнее правительство Германии состоит из необразованных политиков, которые не способны просчитать последствия своих решений. Россия там названа естественным союзником Германии и германского народа. Но эти политики втюнули Германию в конфликт с Россией, поэтому экономика страны умирает, а население находится на грани катастрофы. Ну, в общем, знакомые тезисы, да? Вы их, я думаю, не раз слышали. Да. Где-то это уже все было. Например, в эфирах Соловьева и Симонян. Кстати, Шпигель прямо пишет, что Кремль выделил деньги своим политикам в Европе от 500 тысяч до миллиона евро. И среди тех, кто их получил, член Вундестага от АДГ Петер Быстрон. Альтернативу для Германии московские кураторы даже предлагали переименовать в Объединенную Германию или Немецкое Единство. Я думаю, тут надо перестать стесняться и просто создать для Германии филиал партии Единая Россия. Тогда результаты на выборах придут сами собой. Главной сложностью будет внедрить в Германию систему электронного голосования, потому что немцы ужасно консервативны и обожают всякие бумажки. Вот. А если их не удастся переубедить, придется нанять несколько сотен учителей, чтобы те помогали устраивать вбросы. Но локомотивом партии должен стать Владимир Владимирович. В общем, история интересная. Я не знаю, правда ли в Кремле писали программы для немецкой партии. Если правда, то это вау. Да, это новость. Вот. Но, возможно, подобными историями просто оппоненты АДГ пытаются партию дискредитировать и в очередной раз показать, что они маринонетки Москвы, ручные собачонки. Мол, что с ним связываться. А сейчас, когда любой контакт с Москвой, с Россией в политике достаточно токсичный из-за войны с Украиной, это может как-то повлиять на рейтинги. Так что, возможно, вся эта информация просто вброс какой-то, чтобы таким образом побороться с АДГ. Не знаю. Но история, конечно, выглядит интересно. Интересно и почему бы нет? Политтехнологии, все вот это вот остальное, подковерные вот эти вот делишки в России неплохо развитые. Это как раз тот грязный товар, то грязное белье, которое можно неплохо экспортировать в другие страны. Кстати, похожая история происходит в Японии. Японцы, как вы знаете, они очень правильные. Здесь можно оставить камеру, никто не украдет. Здесь люди оставляют там ноутбуки, кошельки. Они все такие какой-то рассеянные, все всем доверяют, никто никого не обманет. В общем, здесь, ну просто все-таки правильные, правильные, очень уделяют вот все правилам, в общем, все ходят по струночке. И этим, конечно, пользуются разные нехорошие ребята, которые приезжают в Японию из других стран, начинают здесь жить. И для них здесь просто раздолье, потому что, ну здесь просто все-таки наивные, добрые, их там облапошить ничего не стоит. И много всяких жуликов, они буквально здесь кормятся из-за того, что японцы очень добродушные. Также, возможно, и с некоторыми европейскими политиками, каким-то прокачанным жуликам не прийти в ту же самую Германию и не начать прокачивать уже какие-то нужные немецкие партии, которые дальше будут работать в твоих интересах. В любом случае, читая все эти новости, уже хочется, видимо, придется погружаться в немецкую политику, чтобы начать лучше в ней разбираться. Но давайте перейдем от почти российских политиков к по-настоящему российским. Депутат Заксобрания Томской области Екатерина Сапканюк призвала воссоздать в России трудовые лагеря. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было. Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает. Потому что на тунеядцев у нее нет сил смотреть. Они, по словам депутата, как червен на нашем теле. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой, но они просто, извините, ну тунеядцы, они, извините, черви на нашем теле. В общем, опять депутатам неправильно достался народ. Работать суки не хотят. Раз не хотят, загоним палками на те строительные объекты, которые нужны депутатам. Совершенно случайно Сапканюк не только политик, но еще и глава крупнейшего в Томской области застройщика. Как это часто в последнее время случается с патриотами России, Сапканюк забыла или не решилась сделать следующий шажок и задать себе простой вопрос, почему в России не хватает рабочих рук? Может быть, что-то случилось? Кстати, ее идея далеко не нова. В СИН и так во всю используют труд заключенных, в том числе на стройках. Правда, сейчас российские зэки пользуются большим способом на фронте. Там их можно безнаказанно пускать в расход. Посмотрим, к чему приведут подобные инициативы. Возможно, будет статья за тунеядцев, как это было в Советском Союзе. И придется блогерам подрабатывать в кочегарках. Казалось бы, естественный путь избавиться от долбоеб... российских депутатов это иммиграция. Но и здесь не все так просто. Если ты живешь за границей, но при этом не являешься такером Карлсоном, ну или хотя бы депутатом от АДГ, у тебя надо утопить или спустить с лестницы, так считает пропагандист с Раштудей Придыбайла. В беседе со своим белорусским коллегой Азаренком он помечтал о том, чтобы утопить блогера Штефанова. Его очень облизывает Липшизай на агент Александр Штефанов. У него какие-то корни белорусские. Когда был ковид в России, он приехал сюда и здесь жил, в Беларуси. Надо было тогда его поймать и не знаю, где-нибудь утопить. Кстати, пользуясь случаем, рекомендую вам подписаться на канал соцсети Штефанова. Он очень крутой и делает интересные видео по истории и разбору текущих событий. Уже позже у себя в Телеграм-канале Придыбайла развил эту тему. По его словам, утопление Штефанова и убийство других оппозиционеров пошло бы России на пользу. Меня он, кстати, тоже вспомнил. Засранность мозга его аудитории поражает. Точно так же, как у Каца, которого могло прибить кирпичом в его урбан-молодости. Варламова где-то завалить камнями. Шульман сбить трамвай после чтений Набокова. Мангайт могла упасть лестница своей вилы, а лучше пораньше. Короче, Придыбайла почему-то очень расстраивают люди, которые пытаются искренне говорить со своей аудиторией, а не изобретать на ходу мифы об Украине и Беларуси. В одном только этом посте Придыбайлу умудрился соврать несколько раз. Например, о том, будто идеологи Майдана сидят за границей. Или что в арестах и гибели белорусов виноваты змыгары, а не режим Лукашенко. А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию российских чиновников. По его словам, зонами недоступности для госслужащих геев должны стать посты, где они могли бы пересекаться с детьми и молодежью. Например, в Самарской области это Министерство молодежной политики и Миноборнауки. Именно в этом регионе Хинштейн пытается разоблачить чиновников, якобы связанных с ЛГБТ. Депутат утверждает, что там гей-лобби пытается внедриться в образовательную воспитательную среду, чтобы оказывать влияние на детей. Поэтому в проверках на гомосексуальность он ничего страшного не видит. Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности. Да, осталось только разработать тест на гомосексуальность для российских чиновников. Интересно, что он будет собой представлять. Возможно, претендентам на тот или иной пост будут показывать нарезку лучших речей спикера Госдумы Володина и будут наблюдать за уровнем возбуждения с помощью разных датчиков. Правда, тут сразу встает вопрос, если человек воодушевленно реагирует на такие речи, как отличить гомосексуальность от патриотизма. Не знаю. В общем, мне хочется уже, чтобы господин Хенштейн с Володиным и так далее начали как-то проверять чиновников на гомосексуальность. Я прямо хочу даже посмотреть, что это будет за тест и куда и что будут засовывать. Сволочь. У вас бы мудаков надолбоебен, которые там сигналят внизу проверить. Казалось бы, в Японии должен быть порядок. Да, в общем, интересное занятие у депутатов. Можно прямо в Госдуме сделать кабинет проверки на гомосексуальность и показывать какие-нибудь картинки полуобнаженных российских политик или еще что-то такое. В общем, есть простор для воображения. Начать проверять надо самого Хинштейна и некоторых других депутатов. Посмотрим, сколько там нетрадиционно ценностных ребят у нас затесалось. Как будут потеть ладошки, стоя в кабинет к Хинштейну. А потом, как обычно, окажется, что начать надо было с его самого. Так, интересная новость. Проект блокировщик ботов обратил внимание на очередной кремлевский фейк. Каналы пропагандистов на этой неделе форсили видео с внучкой брата Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера политологом и антифашистской Катрин Гиммлер. Так вот, в этом ролике родственница Рейхсфюрера якобы реагирует на инициативу по возвращению молодых украинцев из Европы на родину и призывает не выдворять из Германии украинцев, у которых истек срок действия паспорта. Это насильственное перемещение свободных людей из мест их проживания под юридически оправданным предлогом. Ранее мы уже видели подобное в истории, когда людей переселяли насильно против их воли. Сейчас это происходит с украинцами по распоряжению их собственного правительства. Именно такие бесчеловечные процессы когда-то начались и в Германии. И мы все помним, к чему они привели. Само видео было смонтировано из архивных кадров времен Третьего Рейха, а также видео с главами МИД Украины и Германии и другими немецкими политиками. Слова Катрин Гиммлер, которые она никогда не произносила, в ролике просто наложили титрами. В комментарии изданию агентства она сама подтвердила, что не говорила ничего подобного. Впрочем, видео с фейковой цитатой уже успели поделиться в Телеграм около 30 крупных прокремлевских каналов. Очередной пример, как создаются новости и сенсации. Так, бежит какой-то товарищ. Ничего страшного. Я подожду. Продолжаем. Блогер Анастасия Ивлеева удалила все посты в обоих аккаунтах в Инстаграм. Суммарно в запрещенной соцсети у нее было больше 25 миллионов подписчиков. На днях суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Судью не убедили аргументы ее адвокатов о том, что пост, который якобы критиковал СВО, появился в аккаунте еще до введения закона о дискредитации армии. Суд даже не волновало и то, что по этому обвинению уже прошли все сроки давности и вообще по закону это нельзя судить, нельзя судить за это просто даже по российским законам, но это же российский суд, поэтому можно. Если вдруг вы забыли, друзья, я напомню, гонения на Ивлееву начались после того, как она устроила скандальную голую вечеринку. После этого блогерша уже успела раз 10 извиниться, поменять несколько водолазок, похвалить российских солдат, поагитировать за Путина и даже посетить Донбасс, как это делают все провинившиеся селебрити. Да, это все-таки случилось. Донбасс снова прачечная для российских звезд. Свою поездку Ивлеева не стала афишировать, но упомянула о ней на днях в интервью ютуб-каналу Лука Ебков. Там она рассказала, будто в марте на свой 33-й день рождения она посетила Мариуполь и была на линии соприкосновения. Чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения. Прям? Да. Меня не пустили. Я была, мы стояли там около минут 15 и ну, то есть просто молчали, слушали войну. Первый пост, появившийся в обновленном инстаграме Ивлеевой, тоже посвящен этому интервью. Видимо, оно должно символизировать моральное перерождение Насти. Никаких больше вечеринок, только серп и молот и буква З. Вообще, конечно, все, что происходит с Ивлеевой, с этой голой вечеринкой, история очень показательная. Это история про тех людей, которые думали, что их уж точно не коснется. Вы же помните этот звездный состав, там был Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак, сама Ивлеева. То есть это люди, ну, за исключением Собчак, Собчак еще хоть как-то к политике касалась, да, мы ее подвинем, так, Ксюша, мы тебя двигаем и в реку кидаем, пока в стороночку. Вот, но остальные ребята, слушайте, они же реально думали, что их это никогда не коснется, да, но где там Филя трясет перьями в Большом Кремлевском дворце, ходят по всяким там тусовкам, король, да, весь там в золоте, все остальные, ни слова о политике, ни слова там, не дай бог, там про митинги, про оппозицию, какой там Навальный, это люди творческие, да, это люди, которые там на эстраде поют песенки, не вылезают из телевизора, в общем, все у них хорошо, и они думали, что если они не лезут в политику, то политика не полезет к ним в штаны, и полезла. Стоило войти, как сказал Филипп Киркоров, не в ту дверь, и пошел пи***ц. Почему это произошло, мы уже с вами обсуждали, да, потому что времена такие, что пора выбирать окоп, нельзя там бегать там и говорить, я тут вообще ни при чем, у меня нейтралитет, да, не получится. Хочешь зарабатывать деньги, хочешь быть в телевизоре, занимай сторону, и помогай стране в сложный момент. Тем, кто не понял, объясняют, в том числе, такими методами. И после того, как эта вечеринка случилась, я и тогда вам говорил, что любое прощение будет через линию соприкосновения, как это официально называется, поэтому туда съездил Дима Билан, туда съездил Киркоров, туда вроде даже как там Лолита как-то подъехала, потихонечку и всех начали прощать. Филипп Киркоров опять в телевизоре, вроде как все забылось, потому что чувак съездил, выбрал окоп, все объяснил, все понял, тоже надел водолазочку, и окей. Но с Ивлеевой это не проходило, потому что Ивлеева это не просто какая-то звезда, она организатор этой вечеринки. Ивлеева, она была такая бунтарка, она была девушка, которая сделала себя сама, у нее была огромная аудитория, была довольно эксцентричной, она позволяла себе многое, при этом она тоже чуть-чуть касалась политики. Помните интервью, которое она дала Дудю, где она довольно смело рассуждала, особенно по нынешним временам, на некоторые темы. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не заебался? И сам факт существования, такой богатый, успешный, сделавший себя самой девушке в российском медиаполе, с огромной аудиторией, и при этом эта аудитория бесхозная, то есть эту аудиторию никто там не агитирует, никто им не говорит, на кого молиться надо. Это было неправильно. Поэтому сегодня все, пляски закончились, все эти голые вечеринки закончились, бриллианты на жопе тоже закончились, и на примере Ивлеевой мы видим, как все происходит. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. В новую Настю. Чем помочь? Интервью, конечно, которое она дала, это полный пи***ц, я не знаю, смотрели вы его не смотрели, это такое сплошное унижение, где она рассказывает, что и Навальный никогда ей был не мил, а когда она говорила хорошо про Навального, это просто она по-человечески жалела человека, которого отравили, и все ее посты, которые были неправильные, это просто она заблудшая душа, она слушалась всяких Навальных, ее обманули. И то, что она в начале войны писала, что она против войны, ну, конечно, она против войны, но когда она писала, она бедная, несчастная, она просто была одурманена, она не знала истории, она не понимала всех предпосылок, как только теперь-то она разобралась. В общем, мы видим полное уничтожение Ивлеевой. Больше той старой Насти не существует. Теперь есть новая Ивлеева в водолазке, которая всё поняла, которая пишет выверенные посты, которая просто идеально уложилась, легла в этот окопик и думает переждать войну. Да, главное, чтобы этот окопик не превратился в братскую могилу, потому что, судя по последнему интервью, что-то мне подсказывает, что всё-таки она легла не в окопик, а в братскую могилку, которую скоро закопают, и завтра о ней никто не вспомнит. Не знаю, такой ли судьбы она для себя хотела, что она собирается делать вообще в будущем, и почему она пошла на все эти унижения, хотя, опять же, с её талантом, безусловно, это талантливый человек, с её возможностями. Я не понимаю, почему она не уехала, почему она не продолжила заниматься тем, чем она занимается. Да, было бы чуть поменьше бабла, но она была бы свободной, ей не пришлось бы унижаться, отказываться от себя настоящей. Она же была настоящей, весь её Инстаграм, вся её жизнь, это было то, что ей нравится, то, чего она кайфовала. Она от всего этого отказалась, видимо, я не знаю, ради бабла, ради сохранения своего какого-то положения. При этом она думает, что она всё это сохранит, конечно, ничего не сохранит. Очень странная и грустная история. Ну, а прокомментирует нам эту историю кто? Олег Кашин. Олег, что ты думаешь про Настю Ивлееву и вот это интервью? Привет, Илья. Интервью Насте Ивлеевой Луке Ябкову. Да, давайте просто вслушаемся эти слова Лука Ябков. Когда-то был дуд, теперь на его месте, как говорится, лопух вырос. Ну, в общем, да, унижение, общее мнение по этому поводу. И да, примерно в эти же дни на Поклонной горе выставляли так называемую трофейную технику, желая создать иллюзию, что Россия воюет не с Украиной, а с целым НАТО. И тоже все видели, наверное, эти замечательные кадры, когда чугунная болванка, организаторы выставки, сгибают до дула пушки танка «Леопард», чтобы тоже унизить этот танк, пренебрегая, там, не знаю, возможностью его расковырять и изучить, как он устроен изнутри. Визуальное впечатление унижения дороже, понятно, важнее. И, в общем, да, интервью Насте Ивлеевой, ну, уже не первый раз она делает что-то после булой вечеринки, когда ты вздыхаешь и говоришь, ну, понятно, она пытается реабилитироваться в глазах власти, в глазах государства. Но вот такое подробное, большое, унизительное интервью, это в новинку, и когда сейчас звучат комментарии, те же, которые звучали какое-то время назад, а почему она не уехала, а чего она добивается, а грозит ли ей посадка и так далее, есть такое ощущение, ну, кринжа, наверное, неловкости, в том смысле, что, ну, наверное, она сама взвешивала все за и против, она понимает, что для нее сегодня, даже не сказать лучше, что ей сегодня нужно во имя спасения. И каждый комментатор, который из своего, в общем, так или иначе, комфортного угла дает этой несчастной женщине советы, выглядит, как мне кажется, идиотом. Я в юности смотрел, меня очень впечатлил такой кинофильм, где девушка, пережившая страшное горе, пытается спасти близкого человека таким оригинальным, страшным способом, буквально опускаясь во все тяжкие. И в финале, когда она уходит, да, рассекая волны, но вот здесь что-то похожее. Настя Ивлеева уже за пределами и наших оценок, и той системой координат, куда все ее пытаются впихнуть. Вот этот принцип «святость через блядьство», он, мне кажется, реализуется здесь на наших глазах, и я, человек, который, ну, в общем, как мне кажется, редко боюсь, редко стесняюсь давать какие-то комментарии, здесь просто отступаю. Понятно, тут имеет смысл оставить Настю Ивлееву наедине с тем ужасом, который она переживает, и только пожелать ей оказаться правой в том, что она делает, и в том, чего она хочет. Действительно, уже не время давать ей оценки. Та система координат, в которую мы пытаемся ее впихнуть, она уже давно плывет, она трещит, осталась только одна эта женщина наедине, уж не знаю, с Богом, наверное. Поэтому давайте помолчим, и давайте не будем, наверное, лишний раз показывать на нее пальцем. Настя Ивлеева уходит, рассекая волны. Вообще, эта неделя была богата на всякие извинения и покаяния. Кумир российских школьниц, инфлюенсер Хафманита решила немного побуянить на собственном концерте в Москве. 29 апреля она отметила швырянием в толпу смартфонов, отобранных у фанатов, а также поцелуями с этими самыми фанатами. Фанаты не остались в долгу и немедленно настучали на девушку Мизулиной. Собственно, их возмутило, что Анна Михеева, так Хафманиту зовут на самом деле, целовалась с девушками при детях. Была якобы под наркотиками и даже, о ужас, посмела прыгнуть в толпу со сцены. Через пару дней после доноса телеграм-канал Мэш сообщил, что Хафманиту проверяет полиция. Ее якобы подозревают в нанесении побоев, порче чужого имущества и развратных действиях в отношении подростков, а заодно проверяют на наркотики. Сама блогерша по новой русской традиции быстро записала видео с извинениями. Она заявила, что будет пытаться избавиться от своей зависимости и пообещала компенсировать ущерб, который нанесла на концерте. Хочу искренне извиниться за свое ужасное поведение на концерте. Мне очень жаль, что так случилось. Простите, пожалуйста. И я компенсирую обязательно ущерб, который я совершила на концерте. Простите. Этим моментально попытались воспользоваться мошенники, но не успели. Да, конечно, нельзя не отметить, что Мизулина и другие профессиональные стукачи воспитали потрясающее поколение российских детей. Это раньше фанат пришел бы в полный восторг, если бы на какой-нибудь концерте его поцеловал или, не знаю, даже прилетел бы на него со сцены кумир. Теперь дети бегут доносить мамочке Мизулиной, что от кумира пахнет спиртом. Такими темпами остатки русской культуры в России ее качество мы сейчас даже не обсуждаем. Скоро станут абсолютно стерильным. Смотрите, слушать станет попросту нечего, потому что все талантливые люди из страны просто уедут. Но именно этого, похоже, власти добиваются при помощи юных и не очень стукачей. Сегодня, когда мы смотрим на кадры из Туркменистана, где идет какой-нибудь концерт, и мы видим, весь зал сидит просто по линейке выверенные люди в одинаковых костюмах, с одинаковыми прическами, с глазами, словно это глаза не человеческие, а глаза карпов в аквариуме в Ашане. Стеклянные, ничего не отражающие, такие мутные глаза, как зомби, вот эти вот несчастные люди сидят, хлопают просто, это роботы, это какой-то нейросетник там сделан, непонятно. Ты смотришь на все это, на эти бесконечные построения, на эту Северную Корею, на Туркменистан, и раньше на это все ты смотрел, думаешь, как хорошо, что у нас этого пи***ца нет, да, как хорошо, что этот поганый совок просто сгнил, и вот это вот, формы этого шагаем в ногу, и всего остального пи***ца больше не существует. А теперь это возвращается. Это возвращается такими темпами, что скоро, я не знаю, создадут какой-нибудь Росгосрэп, где цензоры будут, не знаю, утверждать исполнителей, цензурировать их песни, будет выходить какой-нибудь в таком правильном костюме с золотой буквой Z, будет выходить какой-нибудь такой чувак с микрофоном, будет музыка, будет сидеть зал обязательно, все сидят на стульях, никто, не дай бог, не встает, никто там не кричит, никаких лишних движений, такие бурные аплодисменты. Вот потом какие-нибудь, я не знаю, труженицы швеи будут там проходить с цветами, аккуратно в очереди, выдавать это все одобренному Росгосрэпом рэперу, будут выдавать эти цветы. Мы к этому идем, да, будет, конечно, забавно посмотреть, хотя на такие вещи лучше смотреть со стороны. Плещется рыбка в реке, возможно, рыбка золотая, и поймать бы эту рыбку, да загадать бы желание, чтобы пиздеца в нашей жизни было поменьше, а хороших новостей побольше. С другой стороны, если у меня будут только хорошие новости, кто ж меня будет смотреть? А что еще интересного произошло? Оказывается, есть люди, которые не держат нос по ветру, находясь при этом в досягаемости российских силовиков. Значит, еще одна порция изменений. Подъехала из Краснодара, там силовики заставили извиняться донбасскую стримершу Бусю, это Ольга Касьяненко. Она переехала на Кубань три года назад, на ее твич подписано 120 с лишним тысяч человек. У Буси было все хорошо, пока все тот же Мэш не запостил нарезку ее избранных высказываний. Оказалось, что девушка из Макеевки слишком многое позволяла себе в своих стримах на новой родине. Например, называла русских колхозниками и ухлопками, обещала не помогать ДНРовцам и скандировала «Новороссия соси». Что особенно обидно для доносчиков, Буси считает украинцев самыми красивыми людьми на планете. Слава Киевской Руси! Новороссия соси! Хочу сказать, что влияние Европы все же играет роль, но, к сожалению, на Россию никто не смог повлиять, и как колхозники были, так и не остались. А в Донецке украинцы, ты же не понимаешь, украинцы самые красивые люди, женщины, самые красивые люди на планете. После того, как на нее обратили внимание силовики, Касьяненко сначала пыталась оправдаться. Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое сказано в кавычках, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, ну я не знаю. Но потом и ей пришлось записывать видео с извинениями, без них сегодня никуда. Причем читает она явно текст, написанный кем-то из силовиков. Я Касьяненко Ольга Александровна, 15.03.197 года рождения. Приношу свои извинения перед гражданами Российской Федерации за то, что в сети интернет дискредитировала вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремистской организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны. Мэш говорит, что помимо этого девушку штрафовали на 90 тысяч рублей. Кстати, за тот же лозунг Новороссия с оси московского поэта Артема Камардина посадили на 7 лет. Но Бусе, видимо, удастся соскочить из-за своего донбасского происхождения. Хотя непонятно. Возможно, это только начало. Все зависит от того, кто из силовиков решит как-то выслужиться, получить новые звездочки по выявлению шпионов и идеологически неустойчивой и неверной молодежи. Если честно, я не очень понимаю, что в голове у таких людей и вопрос даже не в высказываниях. Я человек довольно либеральных взглядов и считаю, что разные мнения могут существовать и нет ничего такого, что нельзя говорить. И то, что она там сказала, окей. Но в сегодняшней России с сегодняшними законами, репрессиями, которые начались не вчера, надо прямо совсем не открывать интернет, не читать новости, не интересоваться политикой, не понимать вообще, в какой стране ты живешь, чтобы подобное себе позволять. Есть определенные рамки, сплошные, не сплошные, красные зоны, в которые не надо заходить. Вы можете с этим соглашаться, не соглашаться. Вам это может нравиться или нет. Но опять же, если вы живете в России, в воюющей стране, в стране, где маховик репрессий все-таки раскачивается, и все сильнее и сильнее, нужно следить за своим языком или как минимум понимать последствия, которые тебя ждут. У меня есть почему-то ощущение, что для нее не закончится эта история просто штрафом, что это только начало. Что она будет дальше делать, не знаю. Грустно, что все так происходит. Удивительные люди есть, которые не понимают, как сегодня вести стримы. Если ты живешь в Краснодаре, и вокруг тебя такое количество людей, которые следят за каждым чихом, чтобы написать какой-нибудь доносик. И такое количество людей, которые занимаются возбуждением уголовных дел и возбуждаются от этого возбуждения. Ну и очередная жертва профессиональных стукачей Константин Петров, который ведет блог «Миллиардер из Ижевска». В его судьбе важную роль тоже сыграла Мизулина. Петров сгонял на экскурсию в Мурманск и призвал прекратить ставить памятники ветеранам всяких войн, иначе в России просто не на что будет смотреть. Да, в общем, такое вот высказывание. И, казалось бы, ну может ли человек так рассуждать? Почему нет? Опять же, мы можем с этим не соглашаться. Я, например, не согласен. Считаю, что он не прав. Но хоть какая-то общественная дискуссия же должна вестись. То есть есть человек, который считает, что памятники ставить не надо, или их там стало слишком много. Окей, кстати, ну действительно, большинство памятников начали ставить при Брежневе. После войны их там было не так много. В последнее время этих памятников появляется все больше и больше. И тот пафос и тот размах, с которым, например, сегодня отмечают День Победы, раньше его не было. День Победы становится все более и более важной, и священной вот этой вот скрепой, которой прямо не подойти, не обсудить, не задать некие вопросы. Окей, еще раз, у каждого человека на этот счет может быть своя позиция. И вот человек сказал, что ему не нравится. Ему не нравится, что столько памятников, ему не нравится то, что ему рассказывают. Он, может быть, приехал в Мурманск и хотел, чтобы ему рассказывали не о великом прошлом Мурманска, а о великом настоящем. Не знаю, про экономику, может, что-то. Про современное искусство. И он расстроился. Может ли человек расстроиться и сказать, что ему это не нравится? Я считаю, что может. А мы можем ему сказать, что ты не прав, потому что Великая Отечественная война – это важнейшее событие в истории нашей страны. Еще живы ветераны. И это просто одно из главных событий прошлого века, возможно. Это событие, которое определило развитие всего человечества. И Советский Союз потерял огромное количество людей. Там погибли ради этой победы. Ну, нельзя так говорить. Мы могли бы с ним это обсудить. Это могла бы быть, еще раз, общественная дискуссия. Мы могли бы закидать его хуйкой в комментах. И это замечательно. Это та самая какая-то общественная дискуссия. Но нет. К человеку приходят менты, доносы, возбуждаются дела. И он извиняется, потому что, еще раз, зашел не в ту дверь. В итоге Мизулина заявила, что Петров откровенно глумится над памятью защитников Отечества. Губернатор Мурманской области Чибис назвал его горе-блогером, позорящим свою страну и свой народ. И призвал уехать из региона. А Следственный комитет немедленно возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Хотя, опять же, я лично реабилитации нацизма в его словах не увидел. Что он там реабилитирует, непонятно. В итоге Петрову тоже, конечно же, пришлось извиняться. Но уголовка уже в действии. И стукачи будут внимательно следить за ходом дела. Я еще раз глубоко извиняюсь за свои слова. И искренне, и честно хочу сказать, что не хотел никого обидеть. Ни чьи чувства, ни религиозные, ни патриотические, ни какие-либо другие. Еще раз, очередной раз, приношу свои глубочайшие извинения. Хочу перед наступающим праздником поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарить воинов СВО и принести извинения жителям Мурманской области и жителям всей остальной Российской Федерации. А в Мурманске я, кстати, бывал. И там действительно нихуя нет, кроме военных мемориалов. Ну, разве что окружающий город Сопки можно посмотреть. Природа красивая, то, что сделал там человек, особенно в последние, там, лет 50 после Сталина мало... Сейчас получишь, что я Сталина хвалю? Нет. Да, после Сталина там ничего нормального создано не было. Последние годы там появились какие-то неплохие рестораны, начал немножко развиваться туризм, и потихонечку там Мурманская область начала. Но, в принципе, там и с экологией жопа, и с отелями, и с инфраструктурой. Есть какие-то очень локальные места, да, которые нормальные, но в целом очень-очень много еще надо сделать. Ну, а тем временем стало известно, из-за чего российские силовики смогли сорвать концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде. Телеграм-канал «Новости» предположил, что все дело в мерче с портретом Путина. Голова президента присутствует на новой обложке альбома «Задержите поезд и убейте машиниста», который «Коррозия» недавно презентовала. Более того, в альбом вошла песня «Человек со шрамом», с таким текстом. «Путин, человек с зубами вампира, пожирает трупы в Днепровской воде». Да и призыв убить машиниста выглядит в этом случае довольно двусмысленно. В общем, Паук и его товарищи покатились по скользкой дорожке. Формально-то их всех задержали за калавраты. Но, как мы знаем, настоящие русские патриоты не считают калаврат каким-то нацистским символом. Поэтому тут претензий быть не должно. Вот. Ну а то, что так поздно на них обратили внимание, говорит о том, что нет у них фанатов среди силовиков и госчиновников. А то давно бы заметили. А так опять кто-то настучал. И вот пришли за ними. Пользователи Reddit выяснили, откуда взялась самая загадочная песня интернета. Это 17-секундная запись, известная под названиями «Everyone Knows That» и «Alterior Motives». Ее авторы-энтузиасты пытались определить более трех лет. Композиция же оказалась саундтреком порнофильма «Ангелы страсти» 1986 года. В 2021 году один испанец загрузил этот трек на сайт сервиса для распознавания музыки. Он написал, что многим мелодия кажется знакомой, но никто не может вспомнить, откуда она. По словам юзера, он нашел ее на аудио среди старых файлов на DVD. Двое пользователей Reddit наткнулись на ютубе на похожую мелодию. В описании ролика было указано имя Кристофер Бут. Выяснилось, что он писал музыку для порнофильмов, поэтому Reddit и посмотрели несколько картин, над которыми он работал. В итоге они услышали тот самый трек на 67-й минуте «Ангелов страсти». Бут подтвердил, что это его мелодия, и спросил подписчиков, следует ли ему опубликовать полную версию. Ну что, бежим смотреть «Ангелов страсти». Эта история, конечно, говорит о том, что фильм, видимо, вышел не очень удачным, поскольку никто сразу не понял, откуда мелодия. Вот «Эммануэль» — это классика, сразу бы все догадались. А это какое-то проходное дрочиво, можно сказать. Основатель крупнейшей криптобиржи Binance, или на русский манер Binance, один из богатейших людей в мире, Чан Пэн Джао, приговорен в США к четырем месяцам тюрьмы и штраф в 50 тысяч долларов. Миллиардера обвиняли в нарушении закона США об отмывании денег. По мнению обвинения, биржа Binance была в курсе транзакций, связанных с финансированием терроризма, детской порнографией и другой незаконной деятельностью. Но никто из руководства не удосужился сообщить об этом правоохранителям. Во время процесса Чан Пэн Джао пошел на сотрудничество со следствием. Он признал вину и покинул пост главы компании. Сговорчивость бизнесмена позволила ему радикально скостить срок. Прокуратура запрашивала для Джао три года тюрьмы, а по законам США такие преступления обычно тянут на полтора года. Возможно, этот приговор не что иное, как попытка штатов утвердить контроль над растущим сектором криптовалют. До сих пор он оставался в значительной степени вне юрисдикции традиционных финансовых регуляторов типа SEC. А Binance, как одна из крупнейших криптобирж, лакомный кусочек в этой отрасли. Посмотрим, что будет дальше. А тем временем российские власти продолжают охотиться на журналистов, чьи материалы использовали в своих медиа соратники Навального. В прошлых выпусках я уже рассказывал об аресте в Москве журналистки Сотовижн Антонины Фаворской. Буквально в те же дни в Уфе была арестована журналистка Русьюз Ольга Комлева. Еще до объявления в БК экстремистской организации она была волонтером в местном штабе Навального. Однако Следственный комитет предъявил ей обвинение именно в сотрудничестве с ФБК. На этой неделе были арестованы еще несколько журналистов. В Мурманской области пришли за видеокорреспондентом с Сергеем Карелиным, который работал в Асшейтед Пресс и Дойче Вэлле. Его тоже обвинили в сотрудничестве с ФБК. В Москве по делу ФБК арестовали и продюсера Рейтерс Константина Габова. Прежде он работал на эмигрантском белорусском телеканале Белсад, а до этого на Российских Мире и Москве 24. Кроме того, полицейские арестовали журналиста Форбс Сергея Мингазова из Хабаровского. Его обвиняют по другой статье о распространении военных фейков. Журналист писал о гибели мирных жителей в Гуче. Верска посчитала, что сейчас в России осуждены или арестованы как минимум 26 журналистов. Чаще всего журналистов обвиняют по статьям о военных фейках минимум 7 дел, об экстремизме 6 дел и вымогательстве 5 дел. Что касается последних арестов, то власти явно обеспокоены тем, что, несмотря на то, что вся команда Навального давно покинула Россию, сейчас они находятся, я так понимаю, в Литве и частично там еще где-то, но они продолжают выпускать свои какие-то расследования, продолжают что-то снимать. И вот этими арестами, видимо, дают понять тем, кто находится в России, что не стоит брать от них заказы, не стоит работать там даже анонимно, снимать какие-то видео и как-либо им помогать. Возможно, это это, а возможно, просто ненасытная репрессивная машина хочет кушать и хватает всех, кто удобно подворачивается. Чиновник из Тверской области, наш старый знакомый Олег Дубов, снова отжег. Он нашел отличный повод, чтобы снова не работать и не ремонтировать дорогу в поселке Оленино. Потому что, пара-пара-пара-пам, в поселке живет мужчина с оппозиционными взглядами. Местные жители называют Дубовым колхозным тираном и местным Лукашенко. Ведь в кресле главы Оленинского округа он сидит уже 28 лет. Похоже, он возомнил себя хозяином этих земель, а их жителей своими холопами. Дубов постоянно оскорбляет людей и шантажирует их, используя свое служебное положение. Несколько лет назад Олег Дубов устроил торжественное открытие фонарного столба в поселке. А когда местные жители выразили недовольство местом установки фонаря, назвал их гопотой и пьяными уродами. В другой раз он отказался ремонтировать дом человека, который на него жаловался. Дело доходило до того, что Оленинского диктатора местные жители били палкой по голове прямо в рабочем кабинете. Честно говоря, я думал, что Дубова давно уволили, и он сейчас где-нибудь на войне. Но нет, он снова натворил всякой хуйни и попал в новости. Жители Оленина много лет просили у Дубова отремонтировать дорогу в поселке. И даже жаловались на чиновников прокуратуры и губернатору. И вот суд вынудил Дубова заасфальтировать 10 улиц. Но на днях чиновник заявил, что улицу школьную ремонтировать не будет, потому что на ней живет активист, который и добивался этого ремонта. Речь идет о местном жителе Викторе Кузнецове. В эфире местного ТВ Дубов сказал, что школьная пожизненно останется единственной в поселке улицей с грунтовкой вместо асфальта. Потому что вопрос с дорогами якобы использовался жителями в политических целях. Дубов даже предложил назвать брошенную улицу именем Кузнецова, который, цитата, «любит заниматься борьбой за демократию». Кто плачет по Навальному, кто пишет, как хорошо демократия, а до этого писал, как он уважает Зеленского. Ну поэтому вот он уважает Зеленского, он борется за демократию, поэтому он будет... А тот остаток улицы, где он построил мастерскую, будет за грунтовой дорогой пожизнен. Сам Виктор Кузнецов предложил чиновнику обратиться за помощью в специальные учреждения. Блин, как таких ебанатов земля носит, непонятно. Слушайте, вот я, знаете, честно, я когда рассказываю эти новости за границей, неважно, в Японии, в Индонезии, в Штатах, в Африке, народ охуевает, хватается за голову и говорит, да это не может быть. Это какой-то сценарий, это же просто фильм, да, какой-то карикатурный такой чиновник, который не ремонтирует дорогу специально, потому что там живет какой-то его активист, который на него пишет жалобы. Ну это какая-то комедия, да, это, наверное, но это же не может быть в России. Ну Россия же, типа, это великая страна, как, ну, имидж такая себе, да, Россия как бы хочет выглядеть великой страной, претендует на звание какого-то нового полиса политического, говорит, мы сейчас соберем страны глобального юга, мы пойдем против глобального севера, мы сейчас всех выебем, кто еще не выебет, и традиционно, ценностно наведем порядок во всем мире. При этом ты читаешь новости и просто охуеваешь от какой-то мелочности, глупости, тупости, какие-то ебаные дегенераты, один рассказывает о пользе курения, другой дорогу специально не ремонтирует, потому что там активист, какого хуя это происходит, я не понимаю, как это может быть реальностью, может быть я сплю, может быть я читаю какую-нибудь панораму, и это все фейковые новости, а я их воспринимаю всерьез, какой-то просто пи***ц, все что-то извиняются на перебои, все творят какую-то дичь, куда-то маршируют, сначала в одну сторону, потом в другую, ты не успеешь еще понять, в каком направлении маршировать надо, чтобы тебя не опи***улили, ладно, продолжаем обсуждать. Белгородский губернатор Гладков предложил незаконными способами наказывать белгородцев, которые бросают своих стариков в пунктах временного размещения, он собирается публиковать имена и места работы этих людей, хотя такие действия нарушают закон о защите персональных данных, что случилось? Тысячи жителей Белгородской области оказались без жилья после обстрелов и попали в так называемые ПВР, и некоторые белгородцы, как утверждают местные власти, отказываются забирать оттуда своих матерей и отцов. Сейчас, по официальным данным, в пяти белгородских ПВР живут почти 800 человек. Их дома были разрушены во время обстрелов, и эти люди ждут нового жилья. И Гладков считает, что страна должна знать своих героев. Он вспомнил, как дети говорили чиновникам, вам надо, вы забирайте, когда те пытались освободить от стариков свои ПВР. Достаточно большое количество вывозили бедных стариков, которые, дожив до преклонных лет, оказываются никому не нужны, кроме власти. Так что давайте называть имена для отрезвления и справедливости. Все-таки чудно в России воплощается в жизнь лозунг «своих не бросаем». Зато Гладков имеет все основания ощущать свою правоту. На этой неделе Путин наградил его орденом мужества. Что касается стариков, которых не забирают родственники по домам, конечно, опять же, по-человечески это непонятно. Ну как, блядь, как можно не забрать свою маму, своего отца, если он оказался без жилья, как можно их бросить вообще, что за хуйня происходит? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все семьи разные. Да, есть семьи, в которых люди, дети с родителями не общаются много лет, десятки лет. Есть там семьи, где серьезные конфликты, и заставлять детей забирать, например, своих родителей, с которыми у них конфликт, они не общаются, и просто находиться им в одном помещении, например, невозможно. Это как-то странно. Возможно, не у всех есть просто даже куда забрать. Не все люди живут в каких-то больших квартирах. Может быть, кто-то там ютится в какой-то студии, и туда просто еще сейчас приедут родители. Вообще непонятно, как на головах жить. Логично требовать, чтобы этот вопрос как-то решили власти, раз они допустили такую ситуацию. Да, но нет, Гладков решил переложить всю эту историю. И таким способом, видимо, как-то мотивирует людей забирать своих родственников. Хотя, опять же, я не знаю, по какой причине они не сделали это до сих пор, но мне кажется, что если все настолько ху**о, что дети не забирают своих родителей, то видно, там какие-то есть на это серьезные основания. Решить этот вопрос публикации персональных данных точно не получится. А даже если получится, то этим несчастным старикам будет еще ху**ей, когда их принудительно подселят в дом, где их там ненавидят, и там будут случаться какие-то конфликты. Нахуй все это нужно, непонятно. Давно бы просто расселили по какому-то там соцжилью, выделили бы какие-нибудь там пансионаты, санатории или еще что-то, и не занимались бы вот этим каким-то цирком. Какой русский не знает, что такое в один день стать жертвой бандитов и ментов? В такую ситуацию может попасть кто угодно. А теперь и москвич Станислав Нетесов. В центре Москвы на мужчину напали грабители. Они выбили ему зуб и отобрали телефон. А когда пострадавший пошел за помощью в полицию, он ее не дождался. Вместо того, чтобы искать нападавших, полицейские составили протокол на самого Станислава. Из-за разноцветных волос. Мужчину обвинили в дискредитации российской армии. Дело в том, что пострадавший покрасил волосы в синий, желтый и зеленый цвета. Да, и первые два цвета не понравились ментам. Заодно у Нетесова сняли отпечатки пальца, вручили ему повестку военкомат. Полицейские пообещали парню, что заставят его целовать родную землю в окопах. И да, интересно, видимо, ребята уверены, что сами они ни в какие окопы не попадут. Я бы не был так самоуверен. Ладно, предлагаю разбавить российскую хтонь порцией хороших французских новостей. Потому что в Париже велосипеды успели обойти автомобили как транспорт для работы. А маленькая французская пекарня выиграла в конкурсе на лучший багет и заслужила право целый год снабжать своим хлебом резиденцию президента Макрона. О расслабляющих новостях из Франции расскажет наш корреспондент Вадим. Друзья, а я напоминаю, что у Вадима есть свой отдельный ютуб-канал. Если вам мало Вадима в моих выпусках, ссылочка в описании. Подписывайтесь на Вадима, и у вас будет больше Франции на вашем ютубчике. Привет, Илья! Привет, мои дорогие зрители! Ну что, мы с вами находимся в совершенно такой удивительной локации. Это трасса Формулы-1 Гран-при Монако. Ну и где, как не здесь, в этом храме автоспорта, рассказать о сокрушительном поражении, которое потерпел такой коллективный автомобиль во Франции в этом году. Так в чем же там дело? Все дело в том, что несколько государственных и частных транспортных компаний, таких как РТП, которые управляют парижским метро и электричками, и автобусами СНЦФ, в сотрудничестве с мэрией Парижа, заказали одному институту большое-большое исследование с целью выяснить, какой вид транспорта парижане используют для того, чтобы добираться на работу. Тут надо сказать, что речь идет исключительно о Париже, потому что очень часто Парижем называют всю большую метрополию, большой Париж, в которую входят 375 городов. То есть 375 городов и коммун, они облепили Париж. И теперь вы очень часто можете не заметить разницу, гуляя по Париже. Вы можете просто выйти в совершенно другой город, у которого будет свой мэр, свой флаг, свой герб. Но, тем не менее, речь идет именно о Париже. Так вот, исследователи выяснили, что чаще всего парижане используют свои ноги для того, чтобы добираться на работу. 50% жителей французской столицы ходят на работу пешком, потому что действительно Париж, он не самый большой город в Европе. Откровенно он такой маленький, он очень плотный, но по площади очень маленький. Окружность его составляет всего 42 километра. Так вот, 30% используют общественный транспорт. А вот дальше, очень интересно, впервые в истории велосипед обошел в этом списке автомобиль. 11% парижан используют велосипед для того, чтобы добираться на работу, и всего лишь 4% французских жителей, жителей французских столицы используют автомобиль, чтобы добраться на место своего труда. Поэтому это исторический момент. Кроме того, исследователи задавали людям вопрос, почему они выбирают тот или иной вид транспорта. В таком случае с велосипедом они ответили, что основная причина, по которой они стали ездить на велосипеде, это очень развитая велоинфраструктура. Действительно, это такой плюс в копилку моего любимого мэра Анны Дальго, мэра Парижа, которая сотворила буквально велосипедную революцию в Париже. Я был ее свидетелями, я видел, как она закрывала целые дороги, закрывала набережные, забирала полосы автомобиля и отдавала их велодорожкам. Действительно, эти велодорожки, они очень-очень удобные. Это не просто какая-то нарисованная линия на асфальте. Это такие отделенные от дороги большими бордюрами, разметкой дорожки. Они безопасные, они едут в двух направлениях. В общем, там есть в Париже создано все для того, чтобы использовать велосипед, для того, чтобы ездить на работу. И это очень хорошо, потому что я уже сам очень много лет использую велосипед для того, чтобы добираться на работу. Независимо от расстояния 5, 10, 20 километров, я всегда предпочитаю велосипед, потому что я не очень люблю общественный транспорт. Автомобили, в принципе, я против ничего не имею, но ездить на работу на них долго, дорого, потом постоянно стоишь в пробках. Поэтому велосипед – это лучшее средство для того, чтобы добираться на работу, особенно здесь, на юге Франции. В Париже часто идет дождь, но, тем не менее, можно хорошо одеться и ездить на работу на велосипеде. Ну и еще одна победа, о которой нельзя просто не рассказать, потому что это практически дело государственной важности. В Париже подвели итоги конкурса на лучшие багеты страны. Багет – это уже не просто еда. В Франции – это часть культуры. Она внесена в список наследия ЮНЕСКО. Багет – это символ Франции. Поэтому во Франции каждый год проводят конкурс на лучшие багеты. И призы там, кстати, очень важные, о них я вам расскажу. Вот в этом году лучшим багетом Франции стал багет из булочной в 11 округе, который готовит повар, которого зовут Кзавье Нетри. Так вот, что же получит Кзавье Нетри? Кзавье Нетри получит 4 тысячи евро финансовое вознаграждение плюс какой-то подарок из рук самого мэра Парижа. Но это не самое главное. Самое главное, что в течение года булочная Кзавье будет поставлять хлебобулочные изделия в Елисейский дворец, в дворец, где живет и работает Эммануэль Макрон. То есть сам президент, его жена и вообще все гости. А этих гостей бывает очень много каждый год. Все, кто будет приезжать в Елисейский дворец, будут есть багеты и Кзавье. Поэтому я думаю, что он этим будет очень-очень долго гордиться. И мы тоже его с этим и поздравляем. Надеюсь, что гости во Францию будут приезжать исключительно для того, чтобы поесть вкусные багеты, а не договориться о том, как кого-то куда-то отправить воевать. Ну что, вот такая была неделя во Франции. Как видите, у нас потрясающая погода. Монако готовится к гонкам. Я тоже тренируюсь к олимпийскому марафону. Поэтому вот вышел сегодня побегать и записать для вас новости. И я, друзья, вас искренне и очень сильно призываю подписаться на мой YouTube-канал. Там в последнее время как-то совсем замедлился рост подписчиков. А я там делаю много интересных разных видео с юга Франции. Я уверен, что вам понравится. Ну и, конечно же, смотрите следующие выпуски ЧП, в которых я обязательно буду рассказывать самые главные новости, которые произошли во Франции. Всех вас люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Оренбургские власти не хотят платить компенсации за затопленные дома мужчинам, которых мобилизовали на войну с Украиной. О нескольких таких случаях рассказал телеграм-канал «Можем объяснить». К журналистам обратилась жительница города Бузулук, Анастасия, мужа которой мобилизовали осенью 22-го года. Из-за прорыва дамбы их дом затопило по крышу. Но чиновники не назначили ему компенсацию за утраченное жилье, потому что там он сейчас не проживает. Ну и действительно, ведь он проживает на войне. Похожая история произошла и с жителем Морска, который ушел служить по контракту. Потом в районе старого города, где он был зарегистрирован, ушел под воду 5-го апреля. Родители мужчины обратились в МФЦ за выплаты на себя и сына. Но чиновница в окошке заявила, что сыну не положено, ведь он на СВО. Некоторые мобилизованные, узнав о паводке, пытались вернуться с фронта домой, чтобы помочь семьям. В одном из чатов военный Зорска написал, что командир не отпускает его в отпуск для помощи родителям, чей дом ушел под воду. Другой мобилизованный с той же целью уехал домой самовольно и вернулся на фронт, когда сделал все дела. За это его наказали отправкой в штурмовой отряд, а сослуживцы пытаются его оттуда вызволить. С 1 ноября в России должен заработать реестр воинского учета, который власти разрабатывают с начала мобилизации. Теперь уклонистов будет ловить намного легче. На этой неделе правительство расширило список с данными россиян в этом реестре. Сначала он содержал как минимум 21 вид сведений. Это фамилия, имя, отчество, номер паспорта, военного билета, информацию о месте жительства и так далее. Часть из них уже есть у военкоматов, а другие у ФСБ, налоговой и полиции. Закон дал правительству право бесконечно расширять этот список. И оно им воспользовалось. Число пунктов увеличилось до 50. Теперь военкоматы будут знать, сколько раз и когда человек пересекал границу, всю информацию о его детях и супругах, сведения об уголовном преследовании, номера регистрации ИП и данные о самозанятости, а еще информацию о водительских правах и транспортных средствах. Два года назад Шойгу оценивал мобилизационный резерв России в 25 миллионов человек. Похоже, в базе Минобороны будут содержаться данные об огромном количестве людей. И даже если вы думаете, что вас не призовут, задумайтесь, верите ли вы в то, что Минобороны обеспечат сохранность ваших данных? Забавная ситуация на выборах в Британии. Там наш старый знакомый Борис Джонсон не смог проголосовать, потому что забыл паспорт, а точнее удостоверение личности с фотографии, которая в Англии с 22-го года требует от всех избирателей. В итоге строгие сотрудники участка его развернули и отправили домой за документом. Лет 20 назад Джонсон обещал прилюдно съесть свой ID, если кто-нибудь однажды потребует его предъявить. О том, добавил ли бывший премьер свои Fish and Chips, еще и паспорт расскажет Константин Пинаев из Лондона. Илья и все-все-все, снова привет. Как обычно, с вами из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Будьте смеяться, но на этой неделе в Британии были снова выборы. Мэров, местной власти, ну то есть каунселов, и одни еще перевыборы члена парламента. Это еще не главные выборы в парламент, но все равно это хороший момент, чтобы замерить пульс нации, погадать на кофейной гуще про настроение в стране. Если честно, ничего сейсмического не произошло. Довольно предсказуемо у консерваторов власть из рук потихонечку ускользает, ну и перетекает к лейбористам, что, если честно, делает это довольно вяло. Ну то есть получился разгром, но не в сухую. Так что лейбористам все еще, чтобы повторить успех Тони Блэра 97-го года, надо будет хорошенько попыхтеть в ближайшие полгода. Обычно после таких плохих результатов консерваторов у них принято съедать лидера и выбирать нового. Но за последние 14 лет поменяли уже 5 коней на переправе, поэтому если попробовать посадить 6-го премьера от консерваторов, то народ не оценит и съест уже всех консерваторов. Так что решу нас в безопасности. А еще у меня для вас как раз небольшая история про то, как голосовал один из многочисленных бывших консервативных премьер-министров. Угадайте, кто у нас забыл сменку? Кому пришлось выйти из избирательного участка и зайти как следует? Правильно, Борис Джонсон. В 2022 году, пока Борис был премьер-министром, он протолкнул новый закон, по которому голосовать надо было приходить с удостоверением личности. Будьте смеяться, но до 2022 года надо было просто явиться на избирательный участок, назвать свое имя, вас находили в списке и выдавали вам бюллетень. Никаких паспортов, все держалось на честном слове. А по словам правительства, тогда нововведения были сделаны ради укрепления честности и целостности электорального процесса. Забавно, что закон инициировали именно консерваторы. На всякий случай, я напомню, они выступают в том числе за личные свободы, в том числе, например, не носить с собой никаких удостоверений личности. А все тот же Борис Джонсон в далеком, правда, 2004 году написал статью в газете Daily Telegraph, где он сказал, что в случае, если его кто-нибудь, когда-нибудь попросит предъявить удостоверение личности, он, цитируя, достанет это удостоверение из своего бумажника и физически съест его в присутствии тех, кто излучает государственность и просит предъявить его документ. А конец цитаты. Хочется верить, что Борис Джонсон слышал песню Аркадия Купника про паспорт. Ладно. А там речь, конечно же, шла про удостоверение на улице, когда вас просят его предъявить, но все равно забавно. Так вот, в четверг Борис Джонсон явился на избирательный участок без удостоверения личности. Он, конечно же, попытался показать журнал, который у него был, который он получил по почте, и там было напечатано, соответственно, его имя, фамилия, адрес. Но журнал в качестве удостоверения личности не приняли. Забавно, что в очередной раз Борис попытался сделать так, чтобы на него законы Бориса не распространялись, как в свое время с вечеринками с вином и сыром. В итоге его попросили выйти из участка и зайти как следует. Он сбегал домой, принес удостоверение личности и проголосовал. Представители избирательного участка не уточняют, произошло ли церемониальное поедание документов после того, как Борис Джонсон вынужден был предъявить свое удостоверение личности. Но наверняка это другое. На прошлых выборах, когда впервые нужно было предъявлять удостоверение личности, проголосовать смогли 99.75% избирателей. Так и живем. До новых встреч. Пока-пока. На войне в Украине сфотографировались друг с другом каннибал и расчленитель из Волгограда. Оба завербовались на фронт из колонии и получили помилование по указу Путина. Волгоградского каннибала Дмитрия Малышева в 2015 году приговорили к 25 годам заключения. Тогда он убил своего знакомого гвоздодером, вырезал ему сердце, зажарил на сковороде и съел. Все это он снимал на видео. Вместе с двумя подельниками он также планировал убить полицейских, чтобы забрать их оружие. А до этого в составе ОПГ убил и ограбил двоих бизнесменов. Сейчас людоед говорит, что пошел воевать во имя сохранения традиционных ценностей России. Ведь он не считает нормальным, когда детям в школе рассказывают, как надевать презерватив. А еще его обижают облизывающие друг друга на улице мужики. Вот такой вот практически святой человек. В марте этого года волгоградский каннибал встретил на фронте Александра Масленникова из города Волжский, который в 2017 году убил и расчленил двух девушек. Расчленителя приговорили к 22 годам тюрьмы. Жители Волгограда и Волжского весной 2023 года писали в соцсетях, что боятся его возвращения в регион. И правильно делают. Людовед Малышев рассказал журналистам, что сидел вместе с Масленниковым. А в прошлом октябре оба подписали контракт с Минобороны и пошли служить в отряд Шторп-Ви. Потихонечку выключают подсветку. Время позднее, японцы экономят электричество. Пока волгоградские каннибалы и расчленители улыбаются вам с фотографии с фронта, в самом Волгограде разваливается здание ФСБ. Глыбы и штукатурки весом более 100 килограммов обрушилась с исторического здания. Чудом никто не пострадал. Ее, как объявили местные власти, не удержала сгнившая обрешетка из проволоки. Чиновники назвали аварию природным явлением и поспешили умыть руки, ведь в этом случае от них ничего не зависело. Но волгоградские СМИ пишут, что в 2018 году в здании делали капитальный ремонт, и он обошелся бюджетом в 22 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен был отремонтировать фасад и заменить инженерные коммуникации. Четырехэтажное здание, в котором размещаются ФСБ и другие госучреждения, было построено в 1957 году. Оно является объектом культурного значения. Назначенные Кремлем власти Мелитополя запустили акцию «Бессмертный полк» и опубликовали на своих ресурсах фотографию главы украинских националистов. На сайте администрации появился портрет полковника Евгения Коновальца. Он был командиром ОУН, которая в России запрещена, и сотрудничал с вермахтом. Чиновники выдали его за советского солдата Алексея Парфенова. На фото голова Коновальца оказалась прифотошоплена к телу с другого снимка солдата Василия Быкова. Когда на публикацию обратили внимание журналисты, пророссийская администрация Мелитополя ее удалила. Чиновникам пришлось объяснять, что в чат-бот акции «Бессмертный полк» прислали больше тысячи фотографий. Среди них оказалась и подделка от провокаторов. Распознать фейк через поисковый запрос чиновники не смогли, потому что создать этот коллаж помог искусственный интеллект. Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте лайк, не забудьте подписочку, коммент, распространите ролик и поддерживайте меня и мою редакцию. Сейчас ваша поддержка важна как никогда. На экранчике QR-код. Он ведет на единый сайт, где собраны все удобные способы поддержать. Напоминаю, у нас есть потрясающий канал Warlamov Plus, где я выкладываю эксклюзивы, где иногда бывают стримы, где можно пообщаться с моей командой, со мной напрямую задать вопросы. На самое главное подписка на канал Warlamov Plus – это возможность поддержать меня. Так что подписывайтесь, помогайте и спасибо всем, кто уже оформил пожертвования. В следующее воскресенье увидимся в выпуске новостей, а в течение недели, как обычно, куча классного контента. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok